Привет всем! Это Брэндон Стоун. Мы сегодня находимся в Москве, в ресторане «Шотландская клетка». Правильно? «Шотландская клетка». Вот, чтобы не забыть, я вам все уже говорю. И сегодня на проекте «Тактики и практики» мы будем обсуждать тему профессии композитора. Все плюсы и минусы. Что связано вообще с этой профессией? Я очень рад, что сегодня я могу пообщаться именно с людьми. Они могут мне задать вопросы. Вы можете, кстати, если что, писать мне тоже смс-ки. Те, кто меня знает и не знает. И сегодня будем обсуждать именно эту профессию. Я очень рад, что сегодня проект «Тактики и практики» предложили меня в этой роли. И я надеюсь, все вы будете смотреть меня онлайн. А если не будете смотреть, можете просто захэчтеговать «Тактики и практики» и посмотреть меня потом. Всем вам желаю хорошего дня и до встречи! Я начну рассказывать о том, что такое «Тактики и практики». Меня зовут по-прежнему Даша Богачкина в двух словах о себе. В общем, жить мне спокойно нельзя. Периодически я делаю всякие разные истории. В нормальной жизни работаю директором по маркетингу одной крупной компании. Ну, в общем, так пришла в голову идея сделать проект «Тактики и практики». Собственно, «Тактики», потому что мы встречаемся и обсуждаем профессию, и говорим о том, как, что, какие действия предпринять, чтобы стать профессионалом в той или иной отрасли. «Тактики», потому что все-таки наши герои – это действительно люди, которые достигли определенных вершин в своей отрасли, в своей профессии. И много сделали не только для себя, но и для окружающих. И в рамках этого проекта мы пытаемся узнать все трудности и все радости той или иной профессии. Да, научиться принять опыт наших героев и, в общем-то, рассказать о том, как, что профессия – это не только, любая профессия – это не только инстаграм и медийных, да, а что это прежде всего работа, работа над собой, это самосовершенствование, поставить постоянное. И на самом деле, чтобы реализоваться в любой профессии, нужно не только что-то хотеть от своего работодателя, от институтов и так далее, но еще нужно заниматься постоянно самообразованием, самосовершенствованием и многими-многими другими вещами. А сегодня тема нашей встречи – это профессия композитор. И у нас в гостях композитор, исполнитель, автор музыкальных произведений практически для всей нашей эстрады. Практически. Практически. Только Алла Борисовна еще. Ну, все еще в будущем, все еще в перспективе. А помимо всего прочего, Брэндон является консультантом и, собственно, продюсером многих музыкальных конкурсов, таких как «Новая волна», «Детская новая волна», «Детское евровидение». Неправда. Да? Да. Ты меня сейчас поправишь. Я поправлю. Я был когда-то… Консультантом? Нет, ты даже не каком-то консультантом, а саунд-продюсером. Саунд-продюсером. Но вот последний год я уже работаю только сам на себя, как говорится, совершенно свободным музыкальным продюсером для всех. Поэтому вот, наверное, так. Вот об этом мы и поговорим, как сделать так, чтобы вы работали не только на кого-то, но и, прежде всего, сами на себя, и были не только нанятым продюсером, но и самостоятельным продюсером, могли сами выбирать тех исполнителей, которым стоит, скажем так, отдать свое музыкальное произведение, свое детище, а кому не стоит. Вот. И рада я вам представить нашего сегодняшнего героя Брэндон Стоун. Добрый вечер! У нас интернет заработал? Заработал у нас интернет? Нет. Ага. А шанс есть, что он заработал? Зачем он нужен? Записи не нужен. А пока не видно. Ну, мы верим, что свет в конце тоннеля истинно где-то рядом, как говорил агент Маутер. Да. Так, мы сейчас, получается, записываем. Записываем просто. Записываем и потом ищем на m24.ru. Расскажу кратенько о наших друзьях и наших партнерах информационных, и не только. О тех компаниях и людях, которые нас поддержали, собственно, с момента первой нашей идеи, нашего проекта. Прекрасное интернет-оздание, которое мы очень любим, очень уважаем m24.ru. Сегодня с нами оператор m24.ru и второй оператор. Волшебный человек, который сейчас пытается нам сделать Wi-Fi. Зовут его Александр. Ура! Я думаю, будет приятно, если вы поддержите ребят. Аплодисменты. Телеканал Лиз Ченнел. Этот телеканал вы можете наблюдать практически во всех ресторанах Москвы. И сегодня с нами Влад, который был уже у нас с нами в прошлый раз. И его верная помощница. Ура! С нами сегодня целый вечер практически. Замечательный фотограф Борис Пилюк. Который, в общем-то, сегодня всех вас фотографирует. Будет вас снимать во всех нехороших и хороших. Да, 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 да. Но лучше в хороших он знает свое дело. Да. Вот. И еще наши любимые друзья, наше прекрасное издательство, деловое литература. Манн Иванов Хербер по традиции уже. Мы будем разыгрывать книжки за самый лучший вопрос. Так что думайте сегодня. Вот я тоже смотрел на эту книгу. Да. Сегодня у нас книга «Красота в квадрате». Собственно, книга о том, как... о взаимосвязи математики и гуманитарных наук. И вторая книга «Как победить страх. Двенадцать демонов страха». Это тоже книга о том, как самосвершиться. Мне нравятся эти названия. Да. Очень интересно. Мы тебе подарим. Ура! Итак. Напомню. Мы ведем диалог в формате «Вопрос-ответ». Вы можете задавать вопросы к каждому блоку. Я думаю, что будет всем интереснее и лучше, если мы будем это делать максимально интерактивно. И по ходу того, как у вас появляется вопрос, вы можете поднять руку и задать вопрос. В конце нашего мероприятия у нас будет небольшой экшн. Наш. Постараемся сделать так. Писать песни все вместе. Да. Именно так. Почему нет? Именно так. Итак. Братон. Да. Расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начал писать музыку? Помнишь ли ты свою первую композицию? Вообще, что это была за история? Как начал проявляться твой талант? Ну, да. Начну с того, что, наверное, надо начать с самого начала. Что я очень, очень много переезжали, поменяли много стран. Как говорится, наверное, многие знают, что я родился в Грузии. И почему я говорю об этом? Потому что всегда страна, где ты рождаешься, имеет, вот, вот, оно дает тебе импут. От чего ты отталкиваешься, если ты музыкант. Так как я родился в Грузии, и многие очень, вы все знаете, что грузины такой поющий народ. Все поют, все там сочиняют, все застолья устраивают. Поэтому с детства, даже если это было не так долго, я прожил 9 лет в Грузии, но все равно вот эта вот культура дала себе очень много вот этой музыкальной информации красивой, мелодичной. И я впитал это в себя, так как с 5 лет играл уже вокально-инструментально ансамбль на барабанах. Вот так это было. Потом так много это можно все почитать в интернете, потому что мы сегодня будем общаться именно о другом, но просто чтобы люди знали, как это происходит. То есть мы в сфере, где мы растем, оттуда и происходит, что мы впитываем в себя элементы вот чего-то. Поэтому у меня изначально было, конечно, все-таки грузинские элементы. Потом переехали, перелетели, переехали жить в Америку. Там впитали что-то, потом в Израиле были, там тоже впитали. И наконец-то добрались до Германии. Вот. И до этого я даже никогда бы не подумал, что я стану композитором, потому что всегда хотел быть певцом. Всегда хотел быть певцом, который играет на пианино, которому пишут песни. Красивые, хорошие песни, потому что я всегда знал, что вот до... К тому это было мне 16 лет, я уже жил в Германии. И я всегда думал, сейчас приедет ко мне лучший продюсер и скажет, «О, Брэндон, ты такой хороший певец, давай-ка я сделаю из тебя звезду». И вот ждал, ждал, ждал и не дождался пока что. Вот 16 лет, мне стало уже обидно, никто не подходил, не писал песни. И вот я решил попробовать сам. То есть сначала ты был певец начинающий и музыкантом? Я музыкант больше даже сказал не так. Я играл на барабанах, потом стал играть на гитаре, потом, как все грузинские дети должны были приходить в музыкальную школу играть на пианино. И вот меня дали в музыкальную школу, где я начал играть на пианино. Но могу сказать так, сольфеджио я ненавидел. И ноты больше всего я не любил, потому что я не мог никак понять, вот эти шутки ноты – это математика. И математика, ты смотришь их и ты должен сразу же играть с листа. И это очень трудно было для меня. Я помню мою учительницу, а мне когда-то, по-моему, дедушка еще откуда-то за границей привез часы электроника. Такие, помните, там или 9 мелодий, или что-то такое. Ты можешь эти мелодии включать. Я помню, моя бедная учительница, мы подбирали все с нот. Она говорит, ладно, делаем паузу, включай свою музыку с этих часов. Я включал, мы делали паузу, теперь сначала. Это до, вот написано. Я говорю, я не умею играть по нотам. Она говорит, хорошо, что мы делаем? Я говорю, можете мне просто сыграть по нотам, пожалуйста. Она играла мне два раза, я по слугу, и ровно через два раза я в слуг играл. Вот такое у меня восприятие было. Я просто не мог это все читать. Конечно, научился, и то до сих пор трудно. Но все просто происходило, потому что был слух. И я мог просто послушать пару вещей и проиграть их сразу после того, как я послушал. Но я сочинял что-то такое маленькое. Но я всегда думал, что это нехорошо. И вот настало мне 16 лет. Я уже в Германии. По-моему, даже еще почти поступаю в консерваторию берлинскую по глазу джазового фортепиано. И думаю, а что если я попробую написать какую-то песню? Ну вот сел. Я помню, это было еще. Это было в квартире у меня. Сижу, думаю, надо сделать так. Возьму-ка я кусочек отсюда, кусочек отсюда, кусочек с другого. Потому что пока что самому идеи не приходили, так как я сам никогда и не писал. Но была огромная у меня школа, школа работы с музыкантами. Так как я, когда мне исполнилось 15 лет, когда я приехал в Германию, я попал в коллектив, где все работали на свадьбу. То есть мы почти каждый второй день работали на разных мероприятиях. На дне рождения, на свадьбу. Я про что это говорю? Почему? Я впитал в себя информации музыки всего мира. Потому что мы пели от 6 до 6 вечера. Мы пели, прям работали и пели. Я вот в 15 лет вкалывал. Было очень тяжело. Это для тех, кто думает, что, например, я родился в богатой семье, и мне папа и мама давали много денег на развитие. Такого не было. Было именно так, что денег не было, пришлось переезжать двумя чемоданами все время. И вот, вы знаете, иногда вот именно для тех людей, когда у тебя ничего нету и тебе надо что-то сделать, наверное, от того, что у тебя ничего нету, что-то оно и происходит это все. Потому что это всегда музыкант должен быть на грани того, чтобы что-то создать. Иначе не будет. От хорошей жизни как-то не создается музыка. Ну такая, я так считаю. Должно быть какое-то чувство, внутреннее чувство. И вот я вот от того, что ничего не было, подумал, раз никто не приходит, я, наверное, придется мне и написать что-то. Вот примерно так. И вот когда вот наконец-то появился один человек в моей жизни, который сказал, что хватит тебе петь во всех коллективах, занимайся этой композицией, потому что мы видим, что у тебя есть в это талант. И он сказал, что с этого момента он готов предоставить мне маленькую студию, где я бы мог писать песни. И как только я освободился от этого вечера петь целый день чужие песни, мне надо было, наверное, еще полгода, чтобы я отошел от этих песен. И вот я начал создавать что-то свое. То есть где-то, скажем, профессионально, наверное, в 19 лет я начал писать песни. Вот так. А вот скажи, пожалуйста, давай сейчас убьем некоторые представления. Сейчас многие артисты относятся с пренебрежением, скажем так, к ресторанной деятельности. То, о чем ты говорила, об исполнении музыкальных каких-то каверов на свадьбу, чего-то еще. У тебя, судя по тому, что ты говоришь, это было фундаментом твоего становления. Вот скажи, пожалуйста, нужно ли начинающему музыканту, неважно, композитор он или музыкальный исполнитель, который играет на музыкальном инструменте, либо это певец, нужно ли ему практиковать, скажем так, ресторанную деятельность? Это даже не ресторанная деятельность. Вопрос в том, вот композитор. Просто я изначально, наверное, больше певец был, и поэтому я выступал и пел. Но не у всех же, некоторые просто хотят быть композиторами, правильно? Да. Они поют, у них нет вокальных данных, но есть очень хороший слух. А у некоторых это дается быстрее, как-то вот рождается музыка, играют, что-то подбирают. Другим я бы посоветовал просто впитывать в себя всю хорошую музыку, потому что без этого нет фундамента. Я считаю просто, на данный момент из этих бедных 12 нот написано почти все. Уже все написали, поэтому мы, конечно же, черпаем это все из того, что было уже раньше написано. Нет такого сейчас композитора, который бы мог такое создать, что уже не было. Это все равно где-то уже повторялось. Даже если мы берем классику, столько всего раньше Бафф Бетховена. Давай лучше мы это вот так положим будем. Или виски подставьте под ним. Вот, подумаю, что алкоголик. Зато помогло. Поэтому надо впитывать в себя все. Я изначально впитывал в себя, кроме грузинских песен, конечно же, классику и джаз. И это мне дало огромный фундамент, чтобы сделать что-то новое, потому что там есть все. Там играли все ноты, там играли все очень интересное. Я раньше не понимал, как человек вообще может слушать классику, потому что это так трудно и все понимают. Но есть очень красивое произведение, которое используется в разных поп-песнях, и многие об этом не знают. Поэтому я считаю, что именно начинающий композитор должен взять просто основу всего старого, не этого нового, то что сейчас, а именно далекого старого, и слушать все подряд, и впитывать в себя, и из этого всего вырабатывать что-то новое. И учиться воровать. Нет, ну правда. Учиться воровать, это когда вот изначально, вот я знаю многих своих коллег, вот, например, в Германии очень известный продюсер, давайте даже будут называть имя, его зовут Джордж Люк, он продюсер Сары Коннор. Сара Коннор, вы, наверное, знаете в России певицу, From Sarah With Love. Откуда взята песня, ну вот кто мне вот, вы все видите, скажите мне, как вы думаете, откуда взята песня From Sarah With Love, хит, который был номер один хит во всех странах мира? Вопрос в залу. Вопрос в залу. Вот подумайте. Она состоит из двух песен. Аранжировки, которая очень-очень известная была до этого, и мелодия, которая была тоже известна. Какой год? Это у нас получается 96-97 год. А аранжировка не из Барбары Стрэйзен? Нет, аранжировка из Тони Брэкстон, которая называется Unchained My Heart, Unbreak My Heart. Вот она вот один в один взята с этой песни, потому что продюсер, я просто знал своих коллег, которые работали с ней, он говорит, он нам ни в коем случае не писать заново песни, вы что, с ума сошли? Значит, вот вам диски, вот вам хит, этот хит, этот хит, этот хит, соберите мне хит. И так делали, например, у Сары почти все песни так сделали. То есть у нее... У нас песня... То же самое, просто а то в мажоре играется, а это в минуле. И аранжировку берем Тони Брэкстон, и берем известную мелодию, люди что-то понимают, о, слушай, а мы же знаем эту песню, что-то где-то слышали, и текст красивый, вот тебе и хит получается. То есть это целенаправленно берется, когда ты крадешь песню, оно должно быть вот так. Либо ты создаешь что-то новое, которое люди где-то когда-то слышали, даже сам, например, я где-то слышал, может быть там. А как в таких случаях избежать обвинять плагиате? Невозможно. Вот четыре... Семь нот есть, которые ты можешь использовать. И не важно, какие они, ты можешь семь нот... Та-да-да-да-да-да-да-да... Вот оно, и нормально, можешь спокойно... Если бы Тони Брэкстон, наверное, услышал, вот как сейчас обвинили, кстати, Фрайла Уильямса за то, что они Blurred Line сделали песню, вот они где-то украли и засудили на 13 миллионов долларов. Они сказали, что инструменты похожи. Но они отвоевали, потому что они только похожи, то есть они не могут доказать этого. Также у Сары Коннор, то есть, похоже, но это не один в один. Поэтому, к сожалению даже, может быть... Если бы я, например, написал такую песню, как Unbreak My Heart, и потом услышал Сары Коннор, что моя аранжировка использована, я бы, наверное, сказал, ребята, но я бы не смог. Что у них... Они говорят, ну и что, там звуки похожи. Но примерно просто знаю, как они делают. Если ты хочешь что-то украсть, надо красиво это делать. Наверное, вот так. Давай поговорим о том, где ты учился. Ты учился не в России, в музыке. Ты учился в Германии. А что это было за учебное заведение? Это была консерватория? Это была консерватория. По классу кого? Джазового фортепиано консерватория имени Ханс Айслер. А вот кто тебя учил в композиторском мастерстве? Или ты учился как музыкант? Давай поговорим об учебном процессе. Давайте поговорим. Об этом я, кстати, никогда еще в прессе не разговаривал. Об учебном процессе в консерватории. Это было интересное время, потому что я как раз искал себя. Кем же я буду? Буду я пианистом? Как мой папа хотел, чтобы я всегда был джазовым пианистом. Я хотел быть певцом, популярным исполнителем, ни в коем случае не джазовым пианистом. А уж композитором я вообще даже об этом не думал. Это был как раз тот период, когда я поступаю в консерваторию. И я до этого играл классику, но мне сказали, что, наверное, лучше тебе играть джаз. И когда мы жили в Америке, я ходил к очень интересным джазовым учителям, которые мне все-таки сказали, что тебе надо играть джаз, а не классику. И я начал заниматься джазом. И вот, когда я поступил именно на класс фортепиано, я начал понимать, что это совсем другое, это не поп-музыка. Там, кстати, композитор... Не знаю, учили ли там быть композитором. Наверное, нет. Там больше учили импровизации. Импровизации, чтобы человек понимал, какие ноты играть и какую импровизацию играть сверху. И это больше салфеджио, больше импровизация. То есть композиторство не учили. А существует ли, на твой взгляд, как человеку уже состоявшемуся, как профессии, как композитора именно, какие-то ограничения, когда стоит учиться писать музыку, или уже все прям поздно, 30 лет и все. И существует ли ограничения, когда человеку стоит заниматься, скажем так, музыкальной профессией вообще любой, то есть исполнительством, певец ли ты, музыкант ли ты, играешь ли ты на фута пьяна, на скрипке, на барабанах. То есть есть какие-то возрастные ограничения именно в вопросах становления в профессии? Совершенно нет. Особенно в композиторах. Это может и в 70 лет вдруг тебя... Вот у меня друзья, они начали... Например, если ты пишешь стихи... Вы пишете стихи, я знаю. Вот у меня друзья в 40 начали... Вот сказали, ой, что-то у меня тут нахлынуло. Мне хотелось писать. А до этого я даже два слова не мог связать. Так же и с композиторами. Может быть, ты играешь всю жизнь песни, и вдруг в 40, в 50, в 60 пришло. Иногда баски приходят. Вот. Когда ты спишь, и приходит музыка. И можно и так. Вообще нет ограничений. Есть, конечно, тут говорят, что в шоу-бизнесе если ты певец, то поздно начинать в 50 лет. Но я считаю, что если у тебя в 50 лет получился какой-то хит... По-моему, Хиль его звали, да? Эдуард Хиль? Да. Да. И вот эта песня в Германии стала мега-хитом. Мистер Троулоу. Да. Я помню вдруг... Я думаю, что ты такой знакомый. Я в детстве слышал струй. И вот тебе раскрутка в 60-м. Я не знаю, сколько ему было, но... Но он еще и в советское время гремел. Но стал он популярен у нас вот в таком возрасте. Бедный, конечно, умер. Но вот видите, он свой успех получил даже в таком возрасте. Поэтому никогда не был. А есть такая история. У нас в стране и вообще в наших музыкальных школах... Я тоже через это прошла. И моя сестра, которая играет на скрипке, тоже через это прошла. У нас что в спортивных школах, что в музыкальных, что в художественных везде растет чемпионов. Да. При этом забывая о том, что все-таки творческий процесс, будь то спорт, будь то рисование, будь то музыка, это прежде всего должно делаться для собственного удовольствия. Конечно. Вот как с этим быть? Как объяснить маме и как объяснить ребенку? Очень сложно. Маме никогда не объяснишь, ребенку объяснишь. Но ребенку надо очень медленно... Понимаешь? Они... Вот я, например, из моего опыта, я рос в вокальной инструментальной ансамбле, где мы вместе все как-то играли музыку. Мы играли на разных инструментах. Мы пели, мы вместе росли, мы вместе ездили по всему Советскому Союзу. Кстати, в пять с половиной лет вот я вот в этом году, месяца два назад справлял свой юбилей, 30 лет на сцене. Все смеялись, говорят, вам еще даже нет 30, вы уже 30 справляйте. И я, мне уже 35 и 30 лет я провел на сцене. И 10 из них, по-моему, даже не 10, чуть-чуть меньше, 7 лет я провел вот в этом вокальной инструментальной ансамбле Грузии. Потом периодически приезжая обратно в Грузию, потому что очень скучал по ним. И мы вместе росли, вместе, никакого не было вот этого, что я должен сейчас перепеть вот эту девушку, которая рядом со мной стоит. Потому что мы должны, я должен победить, не было такого, было вот вместе. И ты рос с этой музыкой, они все пели, мы все пели вместе как-то. А сейчас как-то не так. Сейчас родители говорят, значит так, если ты не выиграешь этот конкурс, айфон не получишь. Вот. Потому что я очень хочу, айфон, ты должна выиграть конкурс. Вот ко мне подходят потом, когда, например, люди не проходят на какой-то конкурс, подходят ко мне плачущие мамы и спрашивают, как это моя дочь, как это вы по в Москве или не взять, или как это моя дочь, не прошла на этот конкурс. И вот я пытаюсь объяснить, девочка плачет 8 лет девочке. Очень же, ну как ребенку объяснить, что ты еще недостаточно хорошо поешь для того, чтобы на этот конкурс пройти. Надо просто двигаться дальше. Я пытаюсь им это сказать. Они меня не слушают в этот момент, потому что просто не слышат. Говорят, нет, ну моя дочь же пела хорошо. А чем это? Вот ребенок только что спел, а он пел намного хуже, чем мой ребенок. Я говорю, ну может быть у другого ребенка просто был шарм, она на сцене себя вела по-другому. Вам еще год и вдруг позаниматься. Вот. Если есть такие ребята, я пытаюсь объяснить, что надо заниматься. Но есть иногда ребята, которым услышано, что нету слуха, говорит, лучше заниматься другой профессией. И вот тут очень сложно объяснить плачущей маме, что ребенку лучше, например, пойти и... Ей просто петь хорошо, но не надо ее таскать на полкурс. Не надо ей говорить, что ты самая лучшая, ты выиграй. Это просто калечит просто все подсознание ребенка, потому что он думает, боже мой, неужели я так ужасно все сделал. Мне детей жалко в этот момент. И поэтому я вот пытаюсь всем объяснить. Но иногда понимают, иногда не понимают. Поэтому я просто на будущее всем, вот, кто хочет, чтобы дети стали звездами, просто дайте им развиваться. Дайте свободу своим детям. Это очень тем более, что это очень полезно. Конечно. Потому что они и там поют, и там... И они сами решат. Это, к сожалению, нельзя заставить... Вы знаете, вот я вот свою дочку увижу, что она, например, не хочет петь. Но я вот очень бы хотел, чтобы она пела. Я же ее не заставляю петь. Я говорю, так, ты сейчас должна петь, потому что я музыка. Ни в коем случае. Если она сама захочет, да. Не захочет, значит, будет врачом, кем она захочет. Так же и с другими детьми, я считаю. Просто дать свободу и отдать в детский коллектив. Пусть она поет с другими детьми. Они развиваются. Если там им исполнить 14, 15, 16, уже вот такой возраст, где можно понять, что я хочу от жизни. И тогда понять, буду я музыкантом или не буду. И не калечить детей. Это, я думаю, самое правильное. Но, тем не менее, какой бы ты... Ты бы посоветовал заниматься музыкой людям, которые не планируют стать музыкантами. И зачем? То есть насколько, на твой взгляд, это пригодилось бы в жизни, скажем так, в обычной? Почему нет? Если сам ребенок хочет заниматься музыкой, и у него даже, например, нет слуха, он очень хочет. И очень душевно поет через музыку. Ну, например. Почему нет? Ведь музыка строит нашу жизнь. И я считаю, что это очень красиво. Просто главное, что понять вот этот момент, что иногда люди не понимают, что они, например, не умеют петь, но вот только для себя. Да, это хорошо. А некоторые-то думают, что они профессионалы, и что все, теперь открыт весь мир. И тот, кто со стороны не говорит им правду, вот это самое страшное. И ты понимаешь, что ух ты, ничего себе, я же классный певец. Они все тот, кто у тебя, да-да-да, ты самый лучший. И потом ты выходишь в мир, и тебя, да-да-да, это ужасно. И вот это страшно, сразу ломает. Поэтому надо изначально говорить, что занимайся чем хочешь, и это хорошо, когда ребенок может просто петь, заниматься музыкой. Это очень важно. Поэтому у нас, кстати, вот в Грузии, каждый второй ребенок занимался музыкой. Я считаю, что правильно. А потом решил сам, будь ты музыкантом или не будет. Ты уже коротко затронул этот вопрос. Ты писал для Сони Лапшаковой детскую песню, ты написал песню для Сати Казановой, для Ани Лорак. Расскажи, пожалуйста, вот о моменте, когда ты стал писать песни не только для себя, но и для других. Ведь это же, в каком-то смысле, это твое такое детище, твой ребенок. А тут ты его берешь и отдаешь другому, постороннему, может быть, даже человеку. Да. Вот. Как с этим жить? С этим жить нормально. Просто, наверное... Есть ли какая-то ответственность дополнительная вот перед тем, как ты отдаешь эту песню? Бывает ли тебе обидно, что, например, ее исполнили не так, как ты видела? Это бывает. Но это, наверное, к этому ты сейчас меня обратно приведи. Вот к этому вопросу, то, что ты задала. Я бы сказал так. Просто так как у меня объем информации огромный, и я вот в 35 написал, наверное, около 800 песен, это так точно, если не больше. Вот как мне одному исполнять все эти 800 песен? И зачем? Просто я очень люблю музыку и очень люблю писать в разных стилях. Но я просто вот человек такой, который все-таки для себя нашел путь, который больше, скажем, слушают люди от 25 и вверх. Я никогда не писал для молодежи, наверное, потому что, не знаю почему, мне не нравилось вот эти два притопа, три притопа. И я решил все-таки, как-то получилось, что мою музыку больше воспринимают уже в нормальном возрасте. от 25 и до 100, наверное, вот так я скажу. И я себе нашел... Вы знаете, наверное, от того, что я жил в Германии, а там прямолинейные люди очень. И они мне всегда говорили, ты не можешь писать все подряд. Я вот, например, когда у меня был контракт с Sony Music, до этого с Universal, я писал все. Я каждый день приносил песни. И они... У них был шок, потому что они слышали... Первый день они слышали что-то в латину, второй день в R&B, третий день балладу, четвертый диско. И он говорит, а ты не можешь решить... Потому что у немцев так. Либо ты делаешь одно направление, и ты ищешь свою публику этого направления. Потому что один человек не может делать все, того, что не может... Everybody is darling, вот это называется так. То есть... Как перевести это? Человека, которого любят все, не бывает. То есть ты должен сделать свое направление. Я говорю, так я могу все писать. Он говорит, это плохо. Это очень плохо. Все писать невозможно. Я говорю, я хочу писать все. Я хочу сегодня писать, мне нравится R&B, я хочу вот так написать. И тут мне сказали, ну хорошо, тогда ты не пой. Ты пой... То, что вот... Ты решишь себе вот одно направление, вот это направление ты и делай. У тебя появится своя аудитория, которая слушает только вот это направление. А другим пишет вот такие песни, ты можешь писать другим. И я тут вот... Поэтому оттуда видно пошло, что они меня довели до идеи, что надо писать еще и другим исполнителям. И я начал это все сортировать. Песни, которые я писал там, например, в R&B. Понял, что это мне не подходит. Например, по группе какой-то. Это такое-то, это такое. А себе я все-таки так, как всю жизнь играл на пианино, оставил себе направление более такого... Академического? Ну, так красивое... Как это объяснить? Это больше соул-поп. Все-таки я связал все это вместе, но сделал такое... Наверное, это больше направление, как бы это делал Элтон Джон. Вот больше так. Билли Джоэл, все вот эти такие большие звезды. Я, конечно, очень много музыки переслушал до того, как я, наверное, понял, что мне самому по душе. Все-таки у меня... Я пою, как говорится, old school. И это, так как у меня было изначально... Слушаешь, у вас был разный вкус, правильно? И у меня было так, что я слушал много изначально Майкла Джексона, конечно же. И это мне дало огромный заряд того, откуда я отталкивался. Все-таки Майкл Джексон был... Изначально папа мне ставил Битлов. И все-таки, если сравнивать Битлов и Роллинг Стоунс, то у Битлов больше мелодики и Роллинг Стоунс больше роковой. И так как мой папа всегда слушал Битлов, то я с детства, конечно, воспринимал больше мелодические песни, чем такие хард и вот такие все... Вот, к сожалению, это не мое, хотя уважаю. Я любые стили уважаю, если это красиво и хорошо. Пол населения слушает Шлягер, пол населения слушает поп-музыку. И вот они слушали... Вот кто слушал поп-музыку, только английскую. И вот Ксевия найду и то вот... Я вот слушая его мелодии, понимаю, что это соул, но он все в мажоре пишет. Он и сценарийц, понятно. Да, чисто. Особенно он. Но он тоже понял, что если... Он пел всю жизнь на английском языке, и как-то его никто не воспринимал, потому что он живет в Германии, и начал петь на немецком, но сделал аккорды в мажоре, но в сол-музыке. Это так круто звучит. И они начали тоже через эти тексты, через эту мелодию воспринимать немецкий язык. Но, так как мы говорили именно о мажоре, они все остаются мажорными людьми. И сейчас я просто доскажу, что наш грузинский менталитет и наш советский менталитет очень мешает. Почему, кстати, вот, если... Скажите, кого-нибудь, кроме тату, потому что это была немножко другая история, кто известен из России, известный человек в Европе? Почему? Потому что музыка, которую мы здесь делаем, она не воспринимается там. Кроме одного человека, Тимати. Он сумел через вот это... Но он веселый. У него есть татуировки и борода. Вот. Он затронул просто молодежь и через песню Сан-Труппе, это единственная песня, которая крутилась по всей Европе, он затронул все-таки. Никто не сумел попасть в нерв европейского народа отсюда. Потому что мы думаем по-другому, у нас милое доведение другое, и ни одна из песен не может стать хитом, они совершенно по-другому мыслят. К сожалению, весь Советский Союз отстаем где-то на 15 лет от музыки развития Европы. Что может быть неплохо. Мне самому нравится то, что здесь происходит, потому что я сам... Но мы говорим про Европу, не про Америку. Там вообще совершенно другая история. Потому что там есть вкусы. Как бы мы там дружили, не дружили. Что касается музыки, все-таки Америка дает вот этот старт всей музыки, который потом идет вот так оттуда. Волсу была на Евровидении в мажоре песня. Вот сейчас вспомнила ее. Мажорная. Она, наверное, пыталась пройти на Европу. Да-да-да. Сейчас я поняла, она была в мажоре. А давай как раз об этом и поговорим. Ты же писал для Евровидения, по-моему, 2012 год. Расскажи об этом опыте. А вы хотели что-то задать вам? Нет, ничего. Можно вопрос? Да, конечно, сейчас мы так далее. Да, когда вы будете с разными исполнителями, я хотела бы узнать, ощущается ли разница в работе с исполнителями женского пола и мужского пола? Наверное, нет. Нет. Главное, чтобы был талантливый человек, женского пола. Ну, конечно, мужчины, они всегда просто больше все знаки и пытаются мне сказать, например, так нехорошо, я хочу вот так, так. Женщины более поддаются этой ингредиции. Вы знаете, наверное, вот так более красиво, они говорят, да, правда так. А мужчины, нет, я хочу вот так. У меня был один такой пациент, он приходил каждый день в студию, я ему вот эту вот песню писал на Vice Point. Я говорю, нет, вот эту ноту я буду петь. Я говорю, ну хорошо, хотя бы что-то свое сделать. Поэтому да, вот иногда женщины более поддаются, ты им говоришь, они делают, как ты бы видел, а мужчины хотят более. Я хочу вот так спеть. Ну, наверное, вот примерно так. А так особенно разницы и нету. Про Евровидение. Про Евровидение. Ты писал для, по-моему, Латвии, да? Для Литвы. Для Литвы. Расскажи об этом опыте. Что был артист? Мы его здесь не знаем, артистка. Артисты. Артисты. Это вот, да, мой первый опыт с Евровидением. Я всегда, конечно, мечтал сам выступать на Евровидении. Но так как у меня, я гражданин мира, и у меня нет нормально своей родины, откуда я могу его сказать? Нет, могу, конечно, от Грузии. Вот. Но у меня уже нет даже грузинского паспорта. Кстати, вот сидит Ира, здесь Ира. Я не знаю, как мы поедем на Евровидение без грузинского паспорта. Я знаю. Ну хорошо. У меня уже давно немецкий паспорт и гражданин Германии. Хотя с удовольствием был, имел российский паспорт, потому что ужасно хочется когда-нибудь получить заслуженного артиста. Прям, понимаешь. Представляешь? Минор-мегами. Да. Есть какая-то мечта. У меня вот эта мечта. Вот отложилась, видно, с детства, что есть заслуженный народный артист. Я знаю, что без российского паспорта этого не будет. Вот. Но очень вот хочется получить это название. Хотя она просто значит... Ну, приятно. Вам надо стать почетным гражданином какого-то российского города. как Джерар де Порте это сделать. Вот. Ну да. И потом уже дальше. Будем стараться. Да. Если мне дадут второе гражданство, не отнимая первое, то тогда это будет отлично. Вот. Так что Евровидение. Евровидение началось с того, что поступил звонок. Выступал замечательный певец Донатас Монтвидас. У него псевдоним Тони Монтел на новой волне в 2012 году. И очень понравился жюри. Я тогда его тоже очень заметил. Он был очень пластичным и очень интересным парнем. Но он не занял никакое место. Но зато его продюсеры предложили, чтобы он поехал именно на Евровидение. Он уже, оказывается, шестой раз пытался попасть. Или четвертый, или пятый, или шестой. Пытался попасть на Евровидение. И у него что-то не получалось. И вот они спросили ребят на новой волне, кто у вас пишет песни победителем новой волны. Как-то... А ты уже написал к тому времени песни с индонезийским исполнителем? Да. У нас сначала была Наташа Гордиенко из Молдавии. Наташа Гордиенко это же из Украины. А есть еще другая Наташа. Две Наташи и все гардиенки. Одна из них из Молдавии. И она выиграла новую волну. Тогда написал песню. Ей очень красивую. Я не поверю. И вот она берет первое место. И как-то так получилось, что каждый второй год я привозил исполнителей. И они побеждали. Что было очень приятно. Но, конечно, это очень трудная работа. Сначала их надо найти. Потом с ними заниматься много месяцев. Потом они еще должны весь отбор пройти новой волны. Потому что они должны приехать на отборочный тур. Там пройти, чтобы их одобрил Игорь Яковлевич, чтобы Александр Ревзин. Они должны все это просмотреть. И потом только на новой волне. То есть огромный путь. И Санди Сандоро, которого я увидел в Германии. Он тогда жил в Германии. Сам индонезийский парень. И услышав его, как он играет на гитаре с таким замечательным голосом. Я сказал, как ты должен услышать весь мир. И вот мы благодаря новой волне, отборочному туру попадаем на новую волну. И он выигрывает первое место. И вот парень успешно стал в лучшем... Кстати, одной маленькой статьи было достаточно, чтобы он стал... Тебе же даже дали Грэмми за... Не за него дали, да. В Индонезии дали за лучшего продюсера года. Так как он выиграл во всех номинациях все. Там было пять номинаций лучшего альбома, прорыв года, певец года. А он никогда, кстати, не хотел возвращаться в Индонезию. Он говорит, я живу в Германии. Зачем ли это Индонезия? Вот. Что ли это нам не нужно? Я говорю, слушай. У меня такой вопрос. Сколько народу у вас там живет? Думаю, 250 миллионов человек. Я говорю, а ты посчитай. Если каждый из 250 миллионов заплатит даже 10 центов за твою песню. Это нормально? Он говорит, да. Я говорю, у тебя кто-нибудь есть вообще в Индонезии, кто может хотя бы заняться пиаром? Он говорит, у меня есть друзья. Они могут мне помочь. Я говорю, тогда пошли хотя бы фотографию, что ты выиграл новую волну. Они посылают фотографию. Он посылает фотографию. У них у друзей были контакты с Rolling Stones Magazine. Она выходит во всем мире. И в Индонезии тоже есть. Его вот такая была, я помню, фотографию мне показали. Наш индонезийский парень выигрывает новую волну. Russia, we're proud, туда-сюда. Они начали говорить, ну и YouTube ссылка. И они начали смотреть. А он там поет, When a man loves a woman. Он так удивительно пел эту песню. И они его пригласили на один концерт в Индонезии. И после этого он стал мегазвездом. Он больше не выезжал. Германию он забросил. Вот она фактически перечитила пиара. И переехал. Нужно правильному человеку ссылку на YouTube отправить. Переехал жить в Индонезию. Потом его заметила очень знаменитая композиторша. Я пригласила его в Палладион Театр в Лос-Анджелесе. Он там уже выступал с Кони Брэкстон, с Блорией Стефан. То есть огромная карьера. Просто до этой маленькой заметки, что он выиграл новую волну. Так что новая волна. Огромное спасибо за такой трамплин. Он всегда, кстати, благодарен этому. И вот парни из Литвы узнают, кто написал там какие-то. И позвонили мне и спросили, я хочу ли я написать песню для Евровидения, для Литвы. Причем это взрослые Евровидения. А новая волна более молодежный фон. Нет, не правда. Новая волна совершенно не молодежная. Это для всех возрастов. Поэтому смотрят от 20 до 100 лет. Правильно, потому что аудитория второго канала тоже от 60. и выше. Вот. Поэтому совершенно не 13-летний смотрит новую волну. И вот так примерно вот запросили. Я говорю, я с удовольствием. Мне всегда было интересно писать песни для Евровидения. И я помню, у меня была репетиция с ребятами. Я еще сижу. Наверное, мы как раз занимаемся для концерта моего в Берлине. Я говорю, ребят, вы знаете, мне надо написать песню для Евровидения. Я говорю, и что они мне? Я говорю, вы можете выйти минут на 15, покушать и потом иди обратно. Я помню, они выходят. Я остался вместе с роялем. И мне вот за 10 минут пришла вот эта вот мелодия Love is Blind. И я говорю, ну демка отлично. Пошел, записал, послал. И ровно через два дня Мартинос позвонил и сказал, что... Он говорит, слушай, ты знаешь, нам нравится эта песня. Давай, пишем слова, пишем аранжировку и будем пробовать с этой песней. Потому что надо было пройти литовский отбор. А там было, я помню, это был самый страшный литовский отбор. 43 человека на одно место. Вот это 43. Обычно их как-то по 20, по 16. В этот раз было 43. И она пробивалась через 43 исполнителя. И он все-таки, вот видно, и своим талантом, и своим пением, и песней пробили. Наверное, из вас кто-то слышал Love is Blind. Если из тех, кто сейчас смотрит, не слышали, просто зайдите, напишите Евровидение 2012 Love is Blind. Какое место вы заняли? Мы заняли 12-е место в финале. Ему надо лучше полуфинал пройти, то есть не так все просто. 12-е место в финале, и то бы заняли, наверное, наверное, заняли бы 8-е, если б он не вытолщил 4-й номер. Там всегда зависит от того, когда ты выступаешь. Выступаешь последним, занимаешь высокие места, потому что люди больше запоминают, больше звонят. Оно всегда так было. Поэтому 12-е место, что для маленькой Литвы тоже очень хорошо, потому что они вообще не ожидали. Мне все говорили, эта песня никогда не пройдет отбор Евровидения. Никогда. Потому что эта песня слишком мелодичная, слишком, как они сказали, немцы писали, что это базар. Я помню этот комментарий. Потому что немцам сразу не по душе стала песня, потому что она начинается медленно и становится потом дискотечно быстрой. Почему нет? Если мы на Евровидении, мы должны все показать. Писали, что они не понимают, как можно писать так быстро. Потому что у немцев нет такого, что есть медленная, потом становится быстрой. Правильно. Я вот читал комментарии и думаю, почему? Можно же писать, как ты хочешь, если людям это нравится. Пишут немцы. Нет, ни в коем случае. Она либо должна была быть медленной, либо должна была быть быстрой. Но ни в коем случае медленной и быстрой. И им стали всем говорить. Я помню, мы приехали в Баку. Это было сейчас в Баку. И начали говорить. Тогда, кстати, Euphoria выиграла песню. Вот это был тот год. Вроде в такого кита, конечно, шансов не было. Потому что... Такого исполнения... Исполнение. Это же все вместе. Этот рисунок, эта картинка. Там же не только песня. Там вся картинка. Но сразу все поняли, что Euphoria будет на первом месте. Что я не отрицаю. Обалденная песня. И шведы очень постарались. Потому что шведы сейчас считаются самыми такими великими писателями для Евровидения. Но там шведы работают командой. Они прям схватили здесь монополизм шоу-бизнеса писания для Евровидения. И сейчас все говорят, что если шведы напишут, то они сразу на первых местах. Ну, почти так. Это все от исполнителя зависит. И вот мы пришли. Я помню, у нас бэкстейдж. И там очень много прессы. И пресса может писать свои места. Они сами ставят на каком месте, кто стоит. По их итогам, кто проходит финал. А там 24 страны. Во первом, во втором тоже 24. В конце концов, по-моему, 40. И вот мы стоим на последнем месте. Все время. И они меня, например, смотрят. Я на них смотрю, на этих исполнителей. Они все уже вот такие. Они говорят, ну все. Мы уезжаем домой. Я говорю, это вы так рано сдаетесь. Люди еще не решили. Нравится или нет? То, что пресса пишет, это одно дело. Он говорит, нет, но уже они всегда знают. Тут букмекеры, тут то и все другое. Я говорю, подождите, я верю в свою песню. А вы верите в своего исполнителя? Он говорит, мы тоже верим. Тогда песня исполнитель. Давай пусть он сначала выступит. Ну вот он выступает. И первым проходит, с самыми высшими баллами, проходит в финал. Потому что людям понравилось. Понравилось, это значит, вот, понравилась людям песня, и мы прошли в финал. Приятно. То есть, правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что вам говорят прессы и еще какие-то другие окружающие люди, для нас всегда самое главное ведь то, что скажут люди и то, что скажут люди, которые могут оценить твой труд, с которыми ты взаимодействуешь. В конце концов, вы же решаете, слушать вам музыку эту или не слушать. А мнение журналиста по факту это получается мнение одного человека. Именно так. И знаете, что было самое странное? Если вернуться к этому Евровидению, мне просто сказали, когда в Германии показывали, там есть свой комментатор. Вот у каждой страны комментируют, когда выходят там люди. Этот немец, видно ему не понравилась тоже эта песня. Когда вышел Донни, и мне сразу переслали это видео, он начал людям в Германии говорить, что эту песню он комментировать не будет, потому что она ему не нравится. Как может человек, который вообще, такого я еще не хотел вообще подать на него в суд, он прям заставил их не голосовать за песню, потому что ему она не нравится. А немцы же такой народ, они же слушают и делают то, что им говорят. И я помню, мы с Германией не получили, одну очку помню, или даже ноль с Грузии получили, 12 баллов получили, а с Германии ни одного балла. И мне сказали, что он прям вот говорил, что вот так. Поэтому я говорю, что если один человек, это же его мнение, вот народ все равно решил проголосовать, как им нравится. Да, я просто плавно подвожу к тому, что тактик и практик есть в планах профессии журналиста. И мы затронем обязательно тему ответственности журналистской перед аудиторией. О, правильно. Я вот чувствую. А давай продолжим тему твоего международного опыта. Ты сейчас пишешь музыку к фильму, причем не к российскому и даже не к немецкому, а по-моему к американскому. Да. А если у кого-то еще вопрос есть, то если вам скучно становится, говорите. Да. Будем переходить на то, что да, конечно можно. А скажите, пожалуйста, как вы познакомились с работой по кальторосам и кто кого нашел? Вы его нашли? И как вообще происходит поиск исполнителей, которых вы потом на новую волну? Как правильно вы все представляете? К сожалению, наши пути расстались. Да, долго говорить не буду. Я не хочу, я просто такой человек, не хочу никого делать плохим. Особенно, когда идет камера. Поэтому дай Бог всем здоровья и у всех своей дороги, у всех своя дорога есть. Но да, ко мне обратился мой друг саксофонист Макс Варшавский, я тебе рекламу делаю, так что он не должен. Макс обратился ко мне и сказал, что пропадает один очень хороший певец. Он работает на свадьбах и работает очень много в коллективе. Уже все впитал? Да. И он говорит, видит, что там талант пропадает и он хочет, чтобы о нем узнали больше, чем свадебный певец. И может ли он прийти ко мне, я хотя бы его послушаю. Я говорю, он может, но отбор уже все. Он говорит, нет, ну что-нибудь-то можно сделать. Я говорю, ну все, надо, чтобы он полетел в Латвию. Это надо звонить, спрашивать разрешение, может ли он вообще прилететь на отбор новой волны. Потому что ему на тот момент было, по-моему, 30 лет уже. И это уже предел возраста. Я говорю, 30 лет это вообще забудь, это уже старое, для волны именно. Кстати, сейчас эта волна изменила правила, теперь 35 лет. Ну, слава Богу, у меня есть шаг. Так что все те, кто не хочет попасть, можете летать. Да, теперь 35 лет нужно. А тогда нельзя было. И он меня очень просил. Макс, ты, конечно, сволочь такая еще. Он умеет, знаете, что делать? Максик, он как насядет и больше не отпускает. Он говорит, нет, ты должен послушать, нет, ты должен послушать. Я говорю, ладно, пусть придет в студию, послушай. Он пришел к Роберту в студию. Я говорю, у тебя песня есть? Он говорит, да, одна есть песня. Какой-то он мне спел, я слушаю, слушаю. И понимаю в этот момент, что у него такой голос, который может понравиться русскому народу. Вот так вот. У него такая подача и манера, именно то, что может зацепить. Наверное, потому что он рос на Кубе. Это все-таки все одно. Революции, минорные. Да, минорные, он тоже вот это бум-бум-бум все не любил. Много рекламы ему делать не буду. Поэтому скажу, что понравился очень, так как затронул своим голосом. И я позвонил в организации «Новую волну» и попросил, могут ли они еще взять одного на отбор, не на «Новую волну». Потому что, вот кстати, что о прессе и о том, что ты сейчас сказала, что такое пресса. Я сказала про ответственность. Про ответственность. Соответственно, у меня вот было такое сейчас, даже недавно, несколько лет назад, именно с Роберто. Что когда я сказал прессе, что я попросил, чтобы он попал на отборочный тур «Новой волны», они написали, что благодаря Брэндону он сразу попал и выиграл первое место. То есть получается, что я не спрашиваю никого, могу взять там Роберто прямо на сцену. Хорошая связь, да? Мы, собственно, и создали проект именно для того, чтобы развенчать вот этот миф о том, что все легко дается. Нет такого. Нет, такого не бывает. Когда вы видите, что кто-то как бабочка порхает, это значит, что хочется показать только хорошую сторону медали. А тяжкий труд и... Это почти никто слышать или не хочет. Да, это никто слышать или не хочет. Вчера был уборщиком, сегодня ты звезда. Вот это отлично. Как в Америке это делают? Как Золушка. История Золушки. Да. Это всегда всем удобно слышать. Но этот путь... Это... Ну, кто хочет слышать 10 лет жизни, которую ты потратил, чтобы ты целый день в калму. Никому не интересно. Вот. Но есть оно. И все-таки это конкурс Игоря Крутого. И до того, как огромная комиссия меня отберет исполнителя, которые попадают на Новую Волну, нет такого. Ты звоню и говорю, я хочу, чтобы он попал на Новую Волну. Тот и такой. Ну, например. Поэтому должен много очень... Я три месяца, например, с ним. Не только с ним, со всеми исполнителями. Ты сидишь месяца три и думаешь, какой репертуар сделать для того, чтобы зацепить русский народ. Потому что это русский конкурс. Конкурс, где сидят наши жюри, да? Жюри, которые состоят из наших больших звезд. Антонова, да? Николаева. Все-таки это старая школа. Им нравится музыка, которая была раньше, но им еще и фирма нравится, которая была раньше. То есть, то все, что они... Мы же, скажем, я это называю русской фирмой. Да, я ему помог и сделал музыку. Он спел, конечно, все от него офигели и сразу взяли. Примерно вот так. Но он уже своей харизмой вот это и остальное все сделал. Но он уже был к этому моменту состоявшимся артистом. Конечно. Просто не хватало какого-то тамчка. Ему не было 15 лет. Он всю жизнь выступал на сцене. Всю жизнь был в опере. И поэтому в 30 лет он уже был, конечно же, артистом, который знал, что он упал. Примерно так. Как ты стал музыку для кино писать? Откуда взялось это предложение? Я всю жизнь мечтал, наверное, отучившись в консерватории, всю жизнь мечтал писать музыку, именно что-то большое создавать. Не просто там куплет-припев, куплет-припев, бридж и опять припев. Конечно, это структура всех нормальных хитов везде по всему миру. А первый раз это было, когда я сделал музыку к мюзиклу. Тогда, к сожалению, потом средств не нашли. Но первый раз ко мне пришел один немецкий продюсер и сказал, что он хочет, чтобы я написал музыку к мюзиклу. Он написал огромный сценарий и ему надо было... Я даже не знал, что для мюзикла требуется от 3 до 6 миллионов евро, чтобы раскрутить мюзикл. Представляете? Я думал, что мюзикл 100 тысяч и нормально. Он говорит, что я ищу такие средства, но для того, чтобы получить такие средства, мне нужно, чтобы вы написали музыку, чтобы я мог показывать это все. И я написал три произведения, даже не песни, а именно произведения какого-то сценария. И я понял, что мне это удается и что это что-то интересное, потому что у тебя нет ограничений между припевом и куплетом. Ты же можешь начать и тебе не надо думать, что сейчас у тебя будет припев. Ты можешь это развить дальше, пойти куда-то в другие ноты, в другие аккорды, потом вернуться обратно, конечно, нужна одна линия, которая узнаваемостью всего. Все остальное ты можешь развивать, и я подумал, что здесь нет границ. И я думаю, как бы хорошо было писать музыку к фильму, там тоже нет границ. Просто смотришь и создаешь что-то интересное под каждую сцену. И долго я ждал, потому что никто не обращался. Конечно, у меня было очень много, я писал песенки, которые использовались в сериале, песни, которые где-то использовались, но это все песни все равно. А вот именно саму музыку. Я как раз вечером после концерта сидел, у меня общались с ребятами. Вот мысли материализировать, что такое, когда просто ты посылаешь посылку. Я вот в этот вечер говорю, иногда так хочется писать что-то большое, музыку к фильму. Вы не представляете, я вот честное слово. На следующий день имейл открываю. Добрый вечер, Брэнди. Я такая-то, такая-то, мы с вами там десять лет назад знакомились в ресторане. Я попала в Голливуд и получила роль в фильме. Главной роли Эрик Робертс, брат Джулии Робертс. Я говорю, да, красиво пишет, ну и что вы хотите. Вы знаете, я вспомнила, что вы пишете музыку в фильме, вообще музыку. И я бы очень хотела с вами встретиться. Она говорит, смотри, только я об этом вчера подумал. Мне уже имейл присылают, как такое может быть. Значит я встретился, мы поговорили. Она говорит, да, это конечно не огромный сейчас фильм, где выложено там сто миллионов долларов. Но на самом случае это начало, чтобы показать, что вы можете. Я говорю, я с удовольствием это сделаю, потому что мне это интересно. Вот сейчас, пару недель назад, я уже начал писать примерно, у меня же был сценарий, по сценарию. Но вот пришел фильм, разговор. И вот сейчас вижу фильм и пишу именно музыку. А как фильм называется? Фильм называется Enemy Within. По-русски? По-русски не знаю, как перевести. Ненависть, независть. Я не знаю, как они его переведут, если как будет на русском. Enemy Within, то есть враг чего-то там. Следите за нашими соцсетями, мы проанонсируем. Да. Как вот на русском, как его назовут. Вот. Он, я конечно всю жизнь не считал бы соответственно для исторических фильмов. Потому что все-таки Тамара Кейстер. Окей, это экшен-блокбастер. Там совершенно немножко по-другому, что там всегда ты должен держать людей в этом напряжении. И вот эти звуки все, и триллеры вот это. Вот. Но тоже интересно, поэтому сейчас сижу, и это занимает столько времени. Да, другие артисты сейчас говорят, и где наши песни? И я говорю, ой, они будут все после сентября, потому что сейчас пока фильм. У тебя есть любимчики среди артистов? Любимчик, да, есть. У меня есть любимчик. Зовешь? Зову, конечно, это Сати Казанова. У-у-у-у. Вот. Потому что мне прям огромное удовольствие не только с ней работать, а просто... Можешь посмотреть в камеру и передать ей привет. Сати, огромный привет, Солнышко. У-у-у. Конечно, удовольствие. Мы просто прям родственные души нашли друг друга. Вот прям дружим так хорошо. Дружим. Потому что нам уже там говорили, что мы уже и любовь приписали, и все-таки задорно не выступали. Или песни уже написали, что это новая пара. Нет, мы просто очень-очень друг друга ценим, нашли общий язык. Мне очень приятно, что есть такой светлый человек, который дает позитив миру. И очень не следит за тем, чтобы она исполняла именно вот... Я вот сейчас буду миллионершей, потому что я исполню наоборот. Она поет песни, которые... Они светлые. И мы как-то вот, знаешь, начали общаться после той песни, которую мы сделали. Первой песни, которая называлась «Дура». Она очень хорошо протировалась. Она, кстати, для миллиона просмотров, да. И, кстати, многие не поняли текст, хотя там очень глубокий текст в этой песне, но не допоняли именно текст. Текст не мой. Сати, прости, текст твой. Вот. Музыка моя, текст Сати. Но мы как-то, когда начали эту песню писать, мы подумали, что такое интересное название «Дура». Вот. Потому что, если вот вы скачаете песню, посмотрите слова, то вам очень интересно все сказано. Но, так как люди не вслушиваются иногда в тексты, а вслушают только первое название «Дура», он говорит, ого, Сати, значит, говорит, что все бабы дуры. Ну, значит, она сама дурочка. Неправда это все, там все по-другому. Но недопоняли, к сожалению, песню. Но зато у нас такая дружба с Сати. И мы сейчас очень так близко общаемся. Поэтому светлый человек, и я очень люблю работать с позитивными, светлыми людьми. Потому что они заряжают тебя энергией своей, и ты отдаешь эту энергию обратно. Ты очень много работаешь как, скажем так, академический артист. У тебя есть прекрасные дуэты и с Ладой Дэнс, и с Витери Берияшвили, и с другими музыкальными исполнителями. И ты вот в этом своем амплуа, скажем так, академическом, ты очень много поработал с нашей политической элитой. Зовем это так. Расскажи об этом опыте, да, и отличается ли, скажем так, политическое... Уточни, пожалуйста, про политическую элиту. Я говорю сейчас про G8. G20, да? А, G20, да, конечно. Да, расскажи, пожалуйста. Ой, я люблю выступать на G20. Да. Как ты выступал на G20. И давай расскажем ребятам о том, что это было все-таки за мероприятие, поподробнее. Мне приятно, что в первый раз все-таки ответственность большая, когда приглашают... Да не всех берут. ...неизвестных, но я же все-таки больше, скажем, радируюсь как композитор, нежели певец. Хотя мне бы всегда хотелось, чтобы это все было наоборот. И нам тоже плюс. Ну, вот это, кстати, вот до того, как я скажу про G20, я вам скажу, почему так стало. Я понял, что путь певца очень трудный, потому что все поют. Все хотят петь, все хотят быть певцами. И когда я первый раз стал попадать в российский шоу-бизнес, я всегда представлялся как певец. Я певец, я певец, я певец. И никто вообще не воспринимал, особенно наши певцы, все. А когда я один раз уже написал песни, другие, спереди, третий, я начал представляться как композитор, совершенно по-другому восприятие стало. У него композитор – это класс. И, наверное, понял, что все-таки у меня пусть другой, пусть композитор-продюсер, потом певец. И уже много лет вот это так. Хотя, вот когда я на G20 выступал, я вообще удивился. Вот Саша, мой директор, говорит, мы едем на G20. Как такое может быть? Я же неизвестный певец, я известный композитор. А он говорит, нет, они послушали и захотели именно тебя. Я говорю, ничего себе ответственность выступать перед всеми президентами, этими всеми нашими политиками. Вот такие страны, по-моему. Да, 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 да. И мне было приятно, что хорошо приняли и работали. И вот после этого начали приглашать. Туда, наверх. Спасибо, конечно. Не, мандража не было, я же очень люблю сцену. Для меня сцена – это все. Я просто, когда выхожу и вижу публику, и все. Мне бы дай только сцену, я всю жизнь был просто. Ну, то есть разницы, в принципе, для тебя нет? Никогда нет. Сидит ли один человек? Да, сидит, например, перед тобой президент, или сидит перед тобой и продает сосисок. То есть и тот, и тот для тебя. Потому что они тебя заказали, они слушатели, и в этот момент ты должен был уже тебе все. подарить всю свою любовь одному человеку. 23 лет – это все равно. Для артиста нужно выступать. Поэтому было совершенно… нет, просто было интересно. Это же все-таки там, если человек по-другому уже себя ведет, когда, например, в кривле сидят люди, они себя более скованнее ведут. Чем, например, там, в других своих денег. Мы здесь. Нет, вообще, где бы ты ни был стол, конечно, более скованно. Но после двух-трех песен все уже танцевали. Расскажи, пожалуйста, про Коэл подработы с ВТ-агентством. Отличаются ли, скажем так, московские агентства от немосковских? Расскажи нам немножко о том. И скажи, есть ли у тебя тоже любимчики среди агентств? Скажу честно. Ну, раз уж я Максу сделал рекламу. Соте ты сделал? Соте я сделал. Хотя реклама не нужна, у нее там все хорошо, вся страна ее знает. Вот. Кстати, очень хорошее агентство на Дальнем Востоке есть. Город Находка, наверное, знаете. Вот. Я не знал, пока не позвонили, не пригласили, сделали выступление. Концерт агентства ЭЛАДР. Вот. Так что вам тоже реклама концерт агентства ЭЛАДР. Очень, очень, очень прикольные ребята. И очень хорошо работают, очень классно делают выступления. Поэтому, если они вдруг, наши любимые артисты, позвонят вам, и предложат вам делать гастроли по Дальнему Востоку, соглашайтесь. А что было для агентства Максус? Что? Интересно, для агентства Максус вообще было. Для агентства что? Для агентства Максус, которые сделали для них рекламу. Для агентства Максус? Да. Вы с агентства Максус? Макса. Макса? Реклама Макса Варшавского. А, это не реклама, это мой саксофонист, мой друг Максим Варшавский. А я не сказал. Может он открыл агентство, мы просто не знаем. А, нет. Даже я забыл сказать, что Макс, я делаю тебе рекламу. Это мой очень близкий друг и мой постоянный саксофонист, который всегда у меня играет. Вот тебе Макс еще двойная реклама. Все думают, что я тебе делаю в агентство. Можно еще один вопрос? Да, конечно. Сказали о том, что всегда хотели писать музыку. Да. При этом, например, если проводить, то проверить. Например, многие голливудские актеры, исполнители известные, они в начале, поскольку их начало не пробивалось, не получалось пробиваться, либо ради денег, они участвовали в различной степени сомнительности проектов. Начиная от работы в продаже бургеров, заканчивая участием в немецких метражках. А у вас какой-то подобный опыт, о котором вы можете сказать? Был или нет? Не было опыта. Рестораны. Ну, то есть, когда вы прямо тупо разбили. Вы сейчас про написание музыки или именно про выступления? Нет, я сейчас про любую форму деятельности, либо связанную с музыкой, либо нет. Скорее всего, ваши вообще связанные. Но когда вы понимали, что это не какой-то профессиональный рост, или какой-то задел на будущее, а просто потому, что здесь и сейчас. Деньги нужно еще что-то. Да, ну, мне было 11 лет, нам нужны были деньги. И я, по-моему, я был в Израиле в этот момент, и на свадьбах заряжал батарейки и приносил тому, кто снимал, я помню. За 20 шекелей, помню это тоже. Вот, это было. Два раза было, потом я понял, что лучше, наверное, играть. Потом стал играть на улице. Вот, то есть, я не просто вот с нуля как-то начинал, и потом стал знаменитым или что-то начал. Нет, я играл на улице, потому что нужны были деньги, надо было наживать в семье. А так как я это мог и не стеснялся, я сидел. Мне было 11 лет. И никто меня не заставлял, ни папа, ни мама, я говорю, не дай бог ты что-то. Я говорю, я так хочу. И люди проходили, кидали там, 100 долларов зарабатывалось. Иногда для ребенка 11 лет 100 долларов – это огромные деньги. Вот, приносил. То есть, я, может быть, и не работал официантом, но все делал, что касается именно музыки, то есть, в любом направлении. Поэтому не боялся никогда ничего, потому что это все было того, что помогало двигаться дальше. Наверное, так. Улица для тебя та же сцена, по сути? Ну, была тогда, но потом, когда мне исполнилось 12, я уже стал стесняться. Сейчас не выйдешь. Выйду. Выйду, если… Советую вам ловить на стол. Если будут съемки. Так, кстати, тоже спустилась в метро для съемок. Она говорит, ой, я тут 20 лет не буду. И я тоже выйду, и, конечно, да. Почему нет? Кстати, к серии «Найду», вот я о ком говорил, о моем наставнике. Он, конечно, для съемок, но он сделал так, что брал своих подопечных, и мы все ехали в какие-то поля, делали там сцену, и все, кто просто слышал, подходили туда и слушали. Были такие истории. И очень было мило. И люди просто слышали, о, кто там поет. И все там подходили, оказывается, концерт. Примерно так. Так что, вообще, без проблем. Надо позвонить и выставим на улице. Давайте плавненько переходить к завершению. Конечно, можно. Да. Вот в начале беседы вы сказали про то, что, чтобы что-то начать вот такое делать, творить, нужно быть на грани. Да. Вот это нужно только, чтобы начать, или для того, чтобы продолжать, это тоже нужно, это состояние? Хороший вопрос. Спасибо. Когда... Мне просто мой... Было такой момент, когда вот у меня были продюсера, очень-очень хороший человек, который умер, его звали, Даниэль Клиновский. Единственный, кстати, человек, который мне помог в этой жизни в начале. Потому что никто не хотел ввязываться, даже помогать какому-то мальчику, который хочет заниматься музыкой. И этот человек увидел талант, он был вообще не музыкантом, и сказал, что он мне, он хочет мне помочь, хочет помочь стать большим музыкантом. И он был ювелиром, и я тогда думаю, ну как он может мне помочь, если он ювелир? Мы начали работать, потому что он был очень замечательным человеком, он и его жена. И он сделал одну ошибку в один момент. Когда был единственный вот год, он сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился, потому что он будет давать мне деньги для того, чтобы я мог жить и просто писать музыку. И он вот один год именно проспонсировал, чтобы я, кстати, оттуда я ушел с этих всех работ и начал писать музыку. Это был огромный плюс. Минус был в том, что, кстати, я просто вот сейчас всем своим коллегам и друзьям, они иногда делают такую же ошибку, мне начала нравиться такая жизнь, когда ты сидишь у тебя, например, за оплатой, ты должен, ты ничего не делаешь, ты должен писать музыку. И я вот, ну я писал, да, но понимаю, что, слушай, и так все хорошо. Ты воспринимаешь это как должное? Да. Я никогда не был человеком, который принимал деньги, это ни в коем случае. Просто был момент, когда стало удобно. Вот это я хотел сказать. Когда человеку становится удобно, ты перестаешь как-то развиваться дальше. тебе и так все хорошо, тебе удобно, тебе и так нормально. И потом вот он мне говорит, слушай, ты не выдаешься на сто процентов. Это хорошо, но я вижу, что ты можешь больше. Ты не пишешь того, что я слышал изначально. Ты как-то все вот остаешься на серединном уровне. И я ему говорю, нет, но это же классно. Он говорит, нет, ну хорошо, но это не тот Брэндон Столл, который я хочу слышать. И вот случилось. Он потерял все. Мы все потеряли, его обокрали, вообще все состояние было. Он стал нищим. Также он не мог, конечно, больше ничего платить. Я вместе с ним тоже все потерял. То есть у меня не было тоже ничего. И мы начинали с нуля. Я и он, его жена, совершенно с нуля. И я тогда понял, что такое нет работы. Я не знаю, как выживать. У меня там ни стипендий были, я уже закончил консерваторию. Ничего не было. То есть я должен был и искать деньги на жизнь, и писать песни. Там, по-моему, первая любовь меня не изменила, а бросила меня. У меня состояние совсем ужасное. И вот получается, что в этот момент я думал, боже, ужас какой. Вообще у тебя ничего нету. И ты не понимаешь, пойти тебе сейчас работать кем-то другим или все-таки взять себя в руки и что-то создать такое. И видно, что какой-то вот толчок был какой-то такой. И я начал писать и работать совершенно по-другому. И как-то это было трудно. Два-три-четыре года даже. Мы с нуля все это делали, делали. Пока один раз вот что-то такое не начало опять приходить обратно. Вот это платишь. Вот я поэтому говорю, что если ты на грани, наверное, ты больше ценишь. Наверное, ты пишешь совершенно по-другому, чем если ты комфортный. Может быть, ты отрабатывал тот комфорт? Я не знаю, что это было, но я считаю, что... Это физическая история, когда у тебя все есть, а потом ты это все теряешь и ты начинаешь это ценить. Это тоже, конечно. Но музыка другая пишется все равно. Ты как-то понимаешь, что если сейчас ты этого не сделаешь, вот этого, то оно все пропадет, у тебя и так ничего не будет. Поэтому надо вот примерно вот так происходить. А сейчас как у себя, если у вас состояние комфорта? Я знал, что ты сейчас это сейчас знал. Я знал. Но так как есть большие цели, к чему стремиться сейчас. Вот мне просто говорят уже вот, ты всего достиг, я еще ничего не достиг. Это только четверть того, чего я хотел бы достичь. И у меня, конечно, огромные цели. Я просто тогда вот в тот момент понял, что надо всегда стремиться к чему-то и никогда не останавливаться на полпути. Если вот в данный момент что-то идет хорошо, это не значит, что оба – это предел мечтаний. Ты всегда можешь сделать что-то новое. Когда я вот… Конечно, да, удобнее стало, потому что надо кормить семью, вот, и надо зарабатывать деньги. Но я понимаю, что надо творить еще что-то новое. Потому что если оставаться на том уровне, который ты там делал раньше, то это остановится и ты больше дальше не пойдешь. Поэтому, когда я вижу, что что-то не идет, это значит, что надо остановиться и создать что-то новое. И поэтому я даже… У меня просто столько идей, что я иногда сам не знаю, что уже делать, оно просто как-то плет, как говорится русским словом. Я вот даже недавно создал новый проект, который называется «Павел Дисонов». «Павел Дисонов» и начал писать совершенно другой стиль, такой, кстати, это назвал благородный шансон. И не потому, что мне надо было сейчас деньги зарабатывать, вот сейчас срочно надо заработать деньги, и мы сейчас будем писать шансон, потому что это классно идет в России. Нет, потому что у моих друзей было столько красивых стихов, и хотелось написать очень красивую музыку к этим очень глубоким жизненным словам. И я говорю, все, я сделаю новый проект, мне интересно, пойдет, не пойдет. И вот я назвал проект «Себя», потому что я хотел разделить это все, так как вот что такое, как мы изначально тоже говорили, когда не надо все делать. Да, просто я разделил, сделал другой проект, Павел Дисонов, и я думаю, нифига себе, у него еще и третье имя появилось, у него еще и Павел Дисонов русский, но просто петь благородный шансон с названием «Брэндом Стоун» совершенно не комбинируется. И поэтому я говорю, идем просто дальше, идти и делать что-то новое, тогда можно развиваться. Но ни в коем случае, если тебе комфортно не останавливаться дальше, она останавливается и говорит, ну, все, теперь все хорошо. Страшное дело, когда человек думает внутри, что он всего достиг, то это тогда убийство. я, наверное, грубо объяснил, но примерно. Так что, если есть еще вопрос насчет этого, мы можем пообщаться насчет того, что такое ничего не иметь, а потом иметь что-то, чего ты всегда мечтал. Но и то, когда есть мечты идти дальше, это просто. Можно? Можно, конечно. Любовь. Да, я по первому образованию вот та самая преподавательница с альфея шоу. Ну все, добрый вечер. У меня упал микрофон, аж от страха. Да, я на самом деле всегда знала, как объяснить, да, как писать эти безумные диктанты. Ой, я снимаю. Что-то я забыл даже очки. У меня так глаза утром болели. Вот. Брэндон к нам прямо с самолета. Вот поэтому я, батю, как-то подумаю, какой арогантный парень, все время носит очки. Нет, я просто, когда устаю и перелет, глаза начинают моргать, и я из-за этого ношу очки, потому что они как-то успокаивают, потому что свет светит. Ну так вот, вопрос у меня, вот, не про эту, да, про мою профессию в каком контексте. Я знала это объяснить будущим музыкантам, как слышать музыку. Когда учился в консерватуре, я по 8 часов занимался фортепиано. Надо было с утра до вечера сидеть и учить все. Я потом, когда садился, уже только для себя, для того, чтобы вспомнить, что я когда-то еще был пианистом, клави-джи-классику играл, я начинал играть, и когда я садусь за пианино, у меня как будто, знаешь, клик, и у меня рождается вот, я вот беру аккорд, и у меня рождаются новые вот какие-то мелодии. Я начинаю играть, и только за пианином я могу создавать песни. У меня вот с пианино. А вот идем дальше. Вот, например, почему мы говорили насчет исполнителей, что мне тяжело отдавать песни. Мы, кстати, я, кстати, не ответил, когда ты сказал, тебе тяжело отдавать песни другим исполнителям. Чужим людям. Чужим людям. Раньше, наверное, да. Сейчас чужие люди просто обращаются ко мне, спрашивают, вы не могли бы написать мне песню. Пришлите, пожалуйста, демки, что у вас есть. Честно, у меня ничего нет. Вот. Что у вас есть в доначке? Пришлите нам пять песен, мы оттуда выберем. Я говорю, зачем вам такие песни? Если вы исполнитель, я хотел бы познакомиться с вашим творчеством. Я хотел бы посмотреть, что вы пели раньше, куда мы можем двигаться, индивидуально. Я считаю, что просто, если ты исполнитель, ты должен передать свое чувство публике. И нельзя прислать песню и сказать, вот, хорошая песенка, давайте берем, потому что она хорошая. Поэтому я смотрю на исполнителя. Они мне присылают демки. Смотрю на YouTube. Слушаю голос. У меня прямо в голове, я представляю себе так, что могло бы подойти этому исполнителю. И примерно изучаю там, что же, какой у него диапазон. Окей, понял. Сажусь за рояль. И почти в 99 процентов, каждая песня, которую я писал, они сразу говорят, да, это вы прямо угадали, и то, что нам нужно было. То есть я изучаю их примерно что, мне только стоит сесть за рояль, и у меня рождается. Вот так. То есть мне рояль, а правда мне дает вот эту энергию рождения музыки. Именно вот это. Конечно же, но самое главное для меня, чтобы писать музыку, это душевное спокойствие. Ну, многих это... Я не понимаю людей, как могут писать люди, если, например, у тебя даже не проблемы, тогда я сказал про то, что мы на грани, но тогда ничего не было, уже и девушки, ничего не было. То есть тогда не было, только можно было сидеть и писать. А вот, вот когда люди, например, расстаются, да, с девушкой. Я, например, тогда еще помню, уже потом, мне плохо было, как я могу писать музыку, когда я же не могу даже два года взять. Уже мне плохо, мне сейчас не интересно ни музыка, ничего, главное сейчас посидеть и... А вот некоторые могут писать музыку так, душевное неспокойствие, им надо вот именно вот это. У меня наоборот, вот чем мне спокойнее на душе, когда у меня вот, я знаю, что, слава Богу, все здоровы, семья здорова, все хорошо, теперь надо как-то, именно заняться творчеством. То вот, у меня вот душевное спокойствие дает мне вот эту энергию писать музыку. Тогда я могу просто экспериментировать и на душе спокойно, значит и музыка будет позитивная. Вот так. я не могу, я не могу. Скажите, пожалуйста, Брэндон, многие композиторы, ну, пишут на стихи, ну, лет, так сказать, реже, чем на стихи на музыку. Я знаю, что у вас есть написание, по крайней мере, Гумилёва про жирафу, да? Да. Написание музыки на стихи. Скажите, вот какова для вас разница, когда вы пишете музыку или когда вы пишете музыку на стихи? Ну, что вы любите или вот какие сложности или радости в этих двух вот состояниях? Ну, зависит от того, наверное, что ты прочитаешь. Конечно же, пишу музыку изначально, потом стихи, потому что музыканты, и как-то я изначально не думаю, что будет потом в песне. То есть оно пишется, рождается и потом слова. Но это, кстати, привил во мне Михаил Николаевич Садорнов. Он мне тогда начал посылать все эти замечательные стихи Гумилёва, Евтушенко, Филатова. И сказал, слушай, а вот возьми, почитай. Ты сначала почитай, но ты знаешь, что ты сделаешь? Ты сначала прочитай, потом вслух прочитай, потом посмотри на эти слова и скажи, можешь ты написать на эту музыку? Может быть, ты сможешь, это невозможно. Я сказал ему, мне было 25 лет, когда он мне первый раз прислал Гумилёва жираф. Я помню хорошо, я где-то был на концерте, он говорит, вам, Михаил Николаевич Задорнов присылает факс. Это какое имя? Факс. Я говорю, Задорнов присылает мне факс. Он говорит, послушать мне, прочитайте эти слова. Открывай, я тогда даже русский язык нормально не стал. Все-таки ему спасибо, он у меня столько, столько я у него учился, что сегодня, общаясь с вами, я могу говорить почти на чистом языке, все равно грузинский акцент остался, а менталитет немецкий, поэтому так. А вот благодаря ему я все-таки вернул вот этот язык, скажем, глубину русского языка, наверное, вот так сказать. и это, вот он прислал жираф, я смотрю, ну, сегодня я вижу особенно грустный твой взгляд, и руки особенно грустные, колени обняли. Я говорю, наверное, дядя Задорнов сошел сюда. Я говорю, как можно на это написать музыку? И, страшно было, я ему не ответил даже, мне было страшно, что он меня поругает, и что-то, я просто не ответил, а он понял, что я еще не готов, и три года больше и не звонил. Вот так он пропал, и я потом очень, конечно, сожалел, может быть, надо было все-таки попробовать. Передать привет. Михаил Николаевич, я не правил, я не хотел вас обидеть, но это вам спасибо, что я сейчас могу общаться с публикой на русском языке, поэтому огромный вам привет, и спасибо вам за то, что вы меня вот так вот, меня научили русскому языку. Огромный вам поклон, спасибо большое. Вот, это аплодисменты, Михаил Николаевич. И вот, прошло три года, сейчас я отвечу, и я просто, он же упорный человек, он сказал, я тебя не остану, такой музыкант не имеет права исполнять простую поп-музыку, мы должны что-то, что-то русский народ зацепит, что-то, что будет очень, с глубоким со смыслом, не надо вот это, я целую тебя в рот, ты меня наоборот, как он всегда говорит, наоборот, надо что-то, и вот он, он говорит, раз ты жирафа не понимаешь, начнем с песни Ленка. Вот, Ленка, песня Филатова, музыка, Качина Владимира. Он говорит, я понимаю, что это не твоя музыка, но ты, говорит, можешь взять эту песню и переделать так, как бы ты видел это все сегодняшним днем. Я опять думаю, господи, а там, Владимир Качан, 67-й год, пленка заезженная, он сидит, видно, где-то на кухне, задорных записывает на пленку тогда, и Филатов рядом, и они поют, Ленка, прошу тебя, не уезжай. Как там, как там у нас было? Солнцу, пожалуйста, ветру, пожалуйста, шпалы за поездом, и считай. Только пожалуйста, только пожалуйста, Ленка, прошу тебя, не уезжай. Вот так примерно. Я думаю, это же такое, откуда, зачем, я такое пить не буду. Потом думаю, если я сейчас скажу Михаилу Николаевичу, что я такое пить не буду, то Михаил Николаевичу больше вообще не буду. Я думаю, а почему нет, давай-ка я сяду, и потом начал думать, сяду и правда подумаю над этой песней, и вот она мне дала вот такой кик, как говорится у нас в Германии, такой толчок, я сел и начал думать, как я могу сделать это так, чтобы она осталась еще как раньше, но все равно при этом, чтобы наш народ сегодняшним днем ее воспринимал. И вот, кстати он был прав, песня Ленка на сегодняшний день моя самая успешная песня, первая вообще, где народ узнал меня с этой песни, и начали столько отзывов писать, то мне звонили, говорили, что ты приехал только, мне нужна песня Ленка, все, только вот эта песня. Я говорю, Михаил Николаевич, вы были правы, когда я что тебя гляну в среди год. И вот после этого я начал услугать, ну что, вернемся в жира? Я говорю, вернемся. И вот первая моя песня, она стихи Гумилева, на дня чужих поэтов, и вот то, что вы сказали. Вот оттуда пошло, что я увидел красивые стихи, и начал писать на эту музыку, и это начало получаться. Поэтому, когда я вижу, что что-то красиво написано, я спокойно так же могу написать музыку. У вас, наверное, безумные графики, как удается совмещать работу, какие-то отличные семейные дела, ребенку, которые делают? Ужасно трудно. Поэтому я все время в полетах, для того, чтобы пытаться выступить, пытаться быть в студии, пытаться быть семьей, потому что мне очень, конечно, в последнее время очень тяжело уже летать, потому что самолеты все время в воздухе и очень плохо действуют на здоровье. Но ради семьи делать, потому что, чтобы хотя бы два-три дня побыть с ними, я готов обратно улететь. Потому что не могу все время брать с собой, из-за того, что все-таки ребенок маленького не может все время переносить, для них трудно. Поэтому я лучше буду. Поэтому приходится. Но мне это и нравится, быть два дня в другой стране, потом прилетать обратно какой-то. Это приятно. Если ты это сможешь сделать, то мне, слава Богу, это удается. И пока было, конечно, что не все довольны, но не жалуются, потому что понимают, что это нужно. И слава Богу, когда есть понимающие люди, это очень важно, когда есть люди, которые именно поддерживают. Потому что раньше, когда еще не было ни семьи, ни детей, это было страшное дело. Может, каждая девушка ревновала к работе, может, тебя не было дома, и все хотели, чтобы ты... Вот это было страшно. Потому что каждую вторую секунду поступало, ты с кем? Зачем? Почему? Какая встреча? Расскажи, пришли фотку, какие не понимают. Вот это все. Поэтому нужно всегда для артиста, это самое главное. Такой человек, который тебя понимает, это очень сложно в нашей профессии. Поэтому приходится совмещать, потому что есть люди, которые понимают, и тебе хочется больше времени дойти. Ну вот я очень надеюсь, что Wi-Fi у нас появился. Был, да. Да, Wi-Fi был. И мы знаем, что семья Брэндона смотрит нас сейчас в Германии. Да, смотрит. Вот. Ну что же. Пользуясь случаем. Пользуясь случаем. Придать привет моей бабушке. Как-то у нас сегодня такая международная трансляция получилась. Ну это отлично. Всем большой привет в Германию, и во все страны. Я знаю, что Казахстан смотрит, поэтому они тоже огромный привет. Рады. Всем огромный привет. И я рад, кстати, что вы меня пригласили. Мы еще не заканчиваем, я думаю. Но уже, наверное, скоро, потому что есть вопросы. Но я рад, что есть такая передача, такой проект тактики-практики, потому что такие вещи, которые вы сегодня услышали, я ни в одном интервью еще не рассказывал это сто процентов. Даже вот мой Саша директор, мой пиар директор Рина, там что-то иногда в шоке бывает, что они слышали, что они тоже об этом не знают. Вот. Так что спасибо. Пожалуйста. Да. Вопрос. Ну, я, во-первых, хочу вам пожелать заслуженного артиста на Российской Федерации. Спасибо. Каким бы ни было образом, но желательно вопозримое, до 100 лет. Вот. И хотела бы спросить, скажите, а вот есть на Российской Федерации исполнители, с которыми вы бы хотели поработать? Вы знаете, вот, когда вот хочется, чтобы вот этому человеку написать, вы чувствуете, как бы это новоство, вот хочется написать? И на Российской, ну и в мировой интересном тоже было бы. Ну, в Российской, наверное, сейчас, сказал бы, что пока это все-таки Филипп Киркоров, который, уже много раз, кстати, я ему посылал, и мы знакомы, и мы общаемся, обнимаемся, и при встрече, и очень рад, что, кстати, Филипп, привет. Филипп, привет. Филипп, привет. Филипп, привет. Я вас очень обожаю, потому что вы великий артист. Кто бы что-то не говорил про Филиппа, это человек, который работал всю жизнь на сцене и отдал всю жизнь сцене. И когда первый раз я попал на конкурс в 95-м году в Нью-Йорк, первый конкурс назывался Big Apple Festival. Тогда Игорь Крутой и Александр Ривзин устраивали его там. Я даже не знал, что такое Россия, но я знал, что есть Филипп Киркоров. Я очень всегда, очень много слушал его песен, очень в детстве еще, в детстве, прости, да, в детстве. И когда в Америке объявляли тогда еще неизвестного вообще человека, тогда сейчас на сцену выйдет песик тогда еще даже, Брэндон Стоун пришел только в 98-м году, он говорит, вы знаете, он в анкете написал такую вещь. Когда вы спросили у него, какие певцы вам нравятся, он написал Майкл Джексон и Филипп Киркоров. И все начали смеяться в этом зале, все. То есть я правда всегда уважал Филиппа, и я сказал, у нас же столько песен для вас написано, но Филиппа не заловите, у него просто, я сказал тебе до этого при нашей встрече, что Филиппу надо воткнуть наушники в ухо и сказать, послушайте песню Филиппе Дросовича. Может быть, как-то пошлем совместный запрос в космос, потому что мне тоже, на самом деле, я с большим пиететом и уважением отношусь к Филиппу Киркорову. Может быть, какая-нибудь случайная встреча произойдет. Значит, будет опять случайная встреча, я ему сдам эти наушники и будет петь мою песню. Поэтому да, с удовольствием с Филиппом. Что касается зарубежных исполнителей, сейчас, так как Джексона нету в живых, и Уитни, конечно же, очень уважаю, есть такой певец Майкл Бубли, такой джазовый певец, который очень похож на Фрэнка Синатру и очень был на многих концертах. Уважаю его и хочется вот именно с ним, наверное, посотрудничать. И вот недавно вот сидел в студии, у меня родилась такая красивая-красивая песня в стиле кроссовер. Я очень много пишу классику и соединяю с фок-музыкой. Это такой стиль, который я очень люблю и который очень трудно продать, потому что она не родильная музыка. Эта музыка вообще на такой полет. Ты поешь классику, а внизу играют такие инструменты, скрипки с модерным битом и ритмом. Бит – это ритм. И я вот недавно подумал, что, наверное, если Андрея Бочеви исполнит эту песню, то это будет мировым хитом, но только если он исполнит ее. И вот думаю, как же пройти к Андрею Бочеви? Наушники там. Опять же, да. Андрея! Его же не послать e-mail никак, бедный, он что нас не видит. Поэтому я очень надеюсь, что когда-то жизнь нас крестит с Андреем Бочеви. С Филиппом, слава богу, это, наверное, будет попроще, так как мы все здесь общаемся. И поэтому, наверное, Андрея Бочеви, я считаю, замечательный классический певец. Я обожаю Шопена. Если слушать классику, то, наверное, я буду слушать Шопена, потому что там так все красиво. Биткоин – не мое совершенно. Хотя немцы. Ну да, хотя немцы. Не мое. Больше вот Рахманина, Прокофьев, Шопен. Вот это туда. А вот поэтому, наверное, если бы вы сказали с тем, то я бы встретился с Шопеном. Может, он что-нибудь бы мне показал, как правильно музыку писать. Что я ему сказал? Я бы сказал, слышишь, ты уже бы перевернулся в гробу, если бы знал, что у нас там музыка сегодня играет. Вот. Когда он играл вот это все красивое, если бы он знал, что сегодня достаточно только я, тебя не дам. Иди ко мне все. Он бы сказал, да, Брэнтон, я тебе скажу. Я говорю, ты бы мне сейчас скажешь, но твоя музыка осталась все равно на века. Поэтому спасибо за такую музыку. Поэтому, да, наверное, Шопен. Да? У меня сразу глава вопроса. Первый. Люди, которые профессионально занимаются деятельностью, они очень часто по-другому начинают к своей профессии относиться. Поясню. Например, человек работает в области красоты и моды. И очень часто редакторы агрессовых журналов они поначалу все в моде, в моде, а потом даже немного отрицают это. То есть там не моды, мы видим глубже и так далее. Или, например, там, какому-нибудь шоколатье, да, который работает, занимается шоколадом, и вот он либо прямо по особым праздникам его пробует, либо вообще шоколад видеть не может. А вот как на бытовом уровне отношения у вас к музыке? То есть, например, как все остальные обычные люди. Поете ли в душе? Или поете ли караоке когда-нибудь? Я здесь по музыку ненавижу, Господи. Вообще, я уже... Я не пою в душе. Я пытаюсь, когда я не делаю музыку, и не слушать ее иногда. Хотя это не удается, потому что она всегда на нон-ступе, но... Конечно, тут идешь ты, а тут из каждого у тебя Сати Казанова и Тура играют. Как тут не слушать? У меня, знаете, в чем проблема происходит? У меня, если я лично вот сейчас про себя говорю, не знаю, как у других музыкантов. Как только где-то играет музыка, у меня, например, я общаюсь с людьми, у меня встреча, я что-то... Я сейчас не про то, когда я пишу музыку. Что бы я ни делал, у меня концентрация переходит на музыку, вот ту, которая играет. Вот я, к сожалению, не... Как это называется? Мультитаскинг, это у нас как на русском? Немногозадача. Немногозадача. Не тот человек, который может выполнять три задачи одновременно. Потому что, если я, видно, что-то делаю, я уже отвлекаюсь на что-то другое, и все, я уже не здесь. И музыка, это именно то, что меня отвлекает, если, например, я с людьми нас нахожу, что они уже знают, что если я уже как-то говорю и не с ними, то это где-то уже музыка играет, я уже там. Поэтому я пытаюсь в свободный момент не слушать музыку как-то. А как же исполнение... Мне очень просто нравится, как ты исполнил песню «Цветок и нож». Да. Она мне играется гораздо больше, чем в исполнении группы «Виагра». Не надо «Виагру, я люблю, я люблю». Ты любишь, мы ее тоже все любим, но просто то, как ты исполнил «Цветок и нож», мне кажется, это прям high-level. Как к этому относиться, если ты говоришь, что ты немного задачен, если... Я вообще не это имел в виду, не к музыке относясь, а именно про жизнь, что как-то вот в жизни, конечно, я просто люблю очень общаться с людьми, и знаю, что друзья для меня все. Я знаю, что если мы общаемся, музыка должна быть потише, это меня очень отвлекает, потому что я начинаю сразу думать о нотах. Из-за этого... Станки, станки. И сразу начинаю, опа, здесь вот так, вот так, вот так, вот так. Вот поэтому меньше. И еще один вопрос. Вот как по вашему мнению, например, там, не знаю, там, в России, да, ну, например, российский, или на самом деле, вот человек заканчивает консерваторию, да, там, не знаю, там, поет, там, ну, талантливый и так далее. А вот что нужно делать человеку, по вашему мнению, конкретно какие-то действия, для того, чтобы дальше вот двигаться к вершине, к славе и по всему и так далее. Потому что многие, например, не знают, что делать из выпускников. Сидят и ждут чего-то. Или пытаются что-то делать. Ну, может быть, как-то... Это страшное дело, когда ты что-то делаешь, и у тебя ничего не получается, и ты не знаешь, что делать дальше. Ну, то есть учат, например, петь или музыку, да, но не учат, как сказать, развивать свою карьеру в этом направлении. Это невозможно, учить развивать свою карьеру. К сожалению, вам должен сказать, что это, наверное, больше глюк, это глюк у нас счастья, несчастья, удача. От удачи все зависит, потому что... А как же самосовершенствование, развитие? Вот даже вот твой опыт, да? Сейчас начнем, да, вот вы спросили, что делать. Я закончил консерваторию, но вот я человек такой. Я закончил консерваторию только потому, что мой папа меня просил закончить консерваторию. Я всегда хотел быть... Я всегда хотел стоять на сцене и петь для людей. Наверное, скажем, звезда такое слово, которое я очень не люблю, дарить людям музыку. Но я вот знал, что я... Я это всегда буду делать, не важно, кто что мне скажет, и не важно, найду я продюсеров, не найду продюсеров. То есть, закончил консерваторию, спасибо папе, потому что я... У меня фундамент появился огромный, как можно писать большую музыку, потому что, конечно, развило очень сильно. Но я себе изначально задал вот тот... Изначально сказал себе, что я буду исполнителем популярной музыки. И сразу после окончания консерватории я опять занялся тем, что начал писать музыку, для того, чтобы продвинуться дальше. У меня больше не было продюсеров. Мой продюсер скончался. Вот тот, о котором я говорил изначально, который все потерял. Мне надо было начать опять же все с нуля и опять самому. Что мне было делать? Я начал искать свои пути. Я начал посылать заявки на какие-то конкурсы. Я начал посылать... Глава Богу, появился интернет. В наше время интернет это все. И ты через интернет можешь сам себя развить. Если музыка хорошая, то люди подхватят. Не важно, у тебя 100 подписчиков, кто-то будет перепознать. Почему люди, которые играют на улице, иногда их снимают и потом через Facebook они раскручиваются, становятся звездами. То есть, если у тебя есть цель после того, как ты, например, вот закончил, и ты не знаешь, что делать, тебе надо просто себе сказать, что я хочу сейчас делать, с чем я хочу стать. У меня есть цель. Посылай это наверх, в небо. У меня есть цель. Я хочу стать исполнителем популярной музыки, которая... И все люди меня будут слушать. Может быть, они и не будут все слушать. Но кто-то меня будет слушать. И я буду для них выступать. И ты начинаешь что-то делать. Все равно что-то надо делать. Если ничего не делать, то ничего и не получится. Как в этом анекдоте, когда, вы знаете, когда один старый еврей все время говорил, «Боже мой, помоги мне выиграть лотерею. Ну помоги, помоги». Он говорит, «Бога, ну хотя бы билет купи. Один билет купи, я тебе помогу». То же самое здесь. То есть, мы должны всегда стремить и делать что-то. Если ничего не делать, ничего не получится. Но! Если даже ничего не получилось, ты что-то сделал, ты хотя бы можешь в конце сказать, что я старался. Я сделал для этого все. Но если... И тут, вот тут уже вот ваш вопрос, удача в правильном месте. И кто-то заметил, кто-то там, кто-то послушал. Твоя песня попала, например, в этот год в правильный момент в нерв людей. И в этот год они подхватили эту мелодию. Ты можешь, например, эту песню сделать год назад, и никто никому не будет интересовать, что ты сделал. И вот тут вот твоя удача. Если ее нету, можно биться, 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 и... и не добиться. Но во всяком случае надо биться, потому что если сдаваться, то и так ничего не получится. Наверное, вот так. Спасибо. Вопросы? Я думаю, что мы можем переходить. А, да. Один вопрос. Я прочитал такую мысль, и я, собственно, снизу, согласно по наблюдению, что композиторский талант, в отличие от политического, он более редкий. То есть больше... Много людей пишут стихи, но гораздо меньше людей пишут музыку. Да. Слушайте, как вы думаете, почему так? Хороший вопрос. Я не знаю, почему. Мне многие говорят, боже, как это писать музыку? Что это такое? Как это? Я сам не знаю. Оно как-то сверху. Я так считаю. Потому что, вот, я смотрел передачу, Рихтер назывался, пианист. Владислав и Рихтер, да? Святослав. И как раз о нем говорили, что он замечательный исполнитель, который играет как Бог, но ни разу он же мог написать музыку, а он ни разу как-то его не написал. То есть, видно, он, наверное, себя сконцентрировал на том, что он будет исполнителем. Может быть, он хотел, но, наверное, зациклился на том, что он никогда в жизни лучше не напишет, чем он играет, и ему не приходила музыка. И он был исполнителем. Но я не говорю, что я гениальный композитор, просто гениальный год, как мы говорили. Шопен, Бах, Биткоин, вот это. И потом были, конечно же, все джазовые музыканты, Оскар Питерсон, просто что он там вытворял. Что сегодняшняя музыка, конечно, это тоже искусство, писать по сей день музыку, потому что, а попробуйте эти три аккорда-то написать так, чтобы люди еще пели. То есть это для музыканта страшное дело. Вот. И я не знаю, откуда это дается, но вот некоторые, как мы говорили, некоторые могут украсть. Вот. Некоторые могут думать, что они еще не слишком хороши, чтобы сочинять музыку. Вот. А я просто, видно, переборол, и понимаю, что, может, кому-то не нравится, может, нравится, может, где-то уже было, может быть, и не было, не знаю. Но, во всяком случае, оно рождается само по себе сверху. Я считаю, наверное, у каждого композитора оно как-то приходит, наверное, либо это есть, либо, может, с возрастом, от того, что... Понятно, мы сейчас про музыкантов говорили, да? То есть музыканты, которые всю жизнь пропели и никогда не писали песни. Сложнее, конечно, писать, чем текст, чем слова, потому что многие пишут, но и то... Это тоже, кстати, сложное дело. Я знаю, вы пишете, и зацепить хорошими словами очень редко, и я рад, что есть такие поэты, и могут писать тоже так, так же. Это так же трудно писать, как и писать музыку. Я знаю, что я лучше не напишу, поэтому лучше не стараться. Вот так вот. Спасибо. Я предлагаю перейти к той части, которая у нас называется экшн. Экшн? Да. У нас тут заготовлен рояль в кустах, но прежде чем... Рояль? Да. Это у нас... Она говорит, знаете, рояль, это просто колонка. Колоночка нашей общей подруги Маши Кохель. Да? Да. Маша привет, она родила позавчера. Четыре дня назад, Машка, мы тебя поздравляем с рождением твоего замечательного сына, Леша, Маша, только что от вас приехал, вот как раз от Маши, видел ребеночка. Маша, родители, если вы смотрите, мы вас все поздравляем с рождением Макса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде чем мы перейдем к этой части, я предлагаю вручить приз за самый интересный вопрос. У нас есть замечательные книжки от Мана Иванов Века. Какой тебе вопрос понравился сегодня больше всего? Маши, Маши, Два. Суду и страх. От девушки про то, что когда у тебя ничего нет, это было очень интересно. Как вас зовут? Ксюша. Походи к нам. Ну, Ксюша, с удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот вам за ваше сальфеджио. Как вы видели все? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не посмотрела, Красота в квадрате, да? Я не так захотела, я туда послала, по вас вы смотрите. Вот так вот. Спасибо. И, ребята, у нас есть еще один, сюрприз с брендом. Про наш... Про наш шут. Это ты, наверное, скажешь. Да, я скажу. Ребят, выкладывайте, доставайте свои айфоны сегодня, фотографируйтесь, выкладывайте с тештегом в Инстаграм тактики и практики. И та фотография, которая наберет наибольшее количество лайков. Автор этой фотографии получит приз. Пойдем поужинаем. Пойдем поужинаем, да. За мой счет. Будет мини-мастер-класс в виде ужина и советов, как жить, наверное, да? Я не знаю. Ну, как пойдет, как пойдет, да. Даже я могу людям советовать, как жить. Я просто могу певцам, начинающим посоветовать, как правильно себя вести на сцене, наверное, так, и как, как бы, все-таки перебороть свой страх. Но людям, чтобы правильно советовать, как жить... С двор по душам, назовем это так. Наверное, лучше так. Да. Как жить не буду у вас очень. Просто поужинаем. Вот. В общем, выкладывайте фотографии в сеть Инстаграм в кэшпег тактики и практики победителя с тобой совместного Италия. Да. Вот так вот. Примерно так. Когда теперь... Дедлайн... Дедлайн... Ну, корректное... Скажи сама. Я думаю, в ближайшие пять дней это будет корректно. Также я вам чуть позже раздам анкеты обратной связи нашей. С вами сразу оговорюсь не будем, но будем присылать очень полезные и нужные вещи. В частности, опять же, наши любимые... В частности, мой номер телефона. Да, да, да. Ну и... Я даю это телефоны Иры и Саше, если что, прям... Поскольку... Чтобы вам спамили. Да. Поскольку проект у нас образовательный и поддерживает нас издательство деловой литературы Манн Иванов Фербер, мы присылаем электронные книжки от Манн Иванов Фербер. Поэтому не бойтесь, оставляйте нам свои электронные адреса смело, спамить не будем. Отлично. Отлично. Переходим к практической части. К практической части. Песню писать. Что? Песню писать. Песню писать. Ну, я просто... Да. Мы-то думали, да. Мы-то думали, что... Показать примерно, как это происходит. Наверное, вот так. Я не был подготовлен к тому, что мне скажет Дарья. Но... Мы подключены тут, вы думаете? Сейчас. Тамれて, 그래도... Здесь. Только показывать... Или подключены, потому что мы должны были... Включить Блю-Тус. То есть, мы должны были включить Блю-Тус. Блуду-блуду-блуду. И все происходят в онлайн-режиме в прямом эфире. Включается... Что она так громко реагирует? Как? Громче сделаем? Еще громче. И все. Вот смотрите. Песня, ну просто примерно, чтобы понимали, как можно было сделать одну и ту же песню в других мелодиях. Как она может быть так, как она приходит. Я просто не был подготовлен, но взял песню, которую недавно написал Lady Dance. Мы исполняем ее дуэтом, называется «Люби меня до слез». Песня будет скоро ротироваться, скоро выпускается. И я нашел минус этой песни, то есть аранжировку без голоса. И решил вам показать, наверное, давайте сначала спою вам первый куплет оригинальной песни. И потом, наверное, покажу, что можно с этой песней вообще сделать. Сколько вариантов одной и той же мелодии можно положить на ту же музыку, которая будет играть. Если вам это интересно. Вот песня, вот, «Люби меня до слез». Ты композитор, ты хочешь, у тебя получились вот эти аккорды. И вот сразу, спонтанно, вот, неважно. Вот ты видишь слова у тебя. За окном дождик моросит, кофе на столе уют. Крепким сном мой любимый спит, капли по стеклу бегут. Ну, это вот то, что... Это круче, наверное. Ну, например. Оно лучше. Сейчас. Оно интереснее было. Ну, это потому что Лада не пела просто наверху. Я до этого акселина пел внизу. Можно ту же самую песню сделать в другом варианте. Смотрите. Ну, я сейчас просто спонтанно. Я не завучу вам ничего. Ну, а если, например, просто без слов тогда просто умрить. И тут, например, эти. Да. Я хочу сказать, что ты моя любимая. Каждый день мы будем вести Дэна навсегда. Скажи мне, что мне делать, чтобы этот мир понять. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Любви меня, да-да-да. То есть есть множество вариантов. Так можно исполнить одну и ту же песню в разных стилях. То есть ты берешь аккорды, вот как я сделал это с песней моего любимого Меладзе, с песней «Цветок и нож». Просто взял и поменял аккорды чуть-чуть, поменял стиль музыки. И вот что я хочу сказать всем музыкантам, которые, кстати, много работают сейчас. И у меня много моих коллег, которые выступают после, вы знаете, все эти благочисленные шоу, которые, и они все становятся звездами после этого, гастролируют один год. Потом, к сожалению, ничего не получается, потому что через год всех их забывают. Почему? Скажу. Потому что если нет хита, и не подпитывать людей хитами, тебя сразу забывают. Если есть, но даже если у тебя есть там каналы большие, которые стоят, они всегда поют песни, кавера, потому что понятно, что люди их знают, и понятно, что людям нравится, но если всю жизнь петь кавера, и ты хочешь быть звездой, не ресторанный реставритель, именно звездой, которые стремятся и говорят у нас там... Да, большим артистом. А надо делать что-то... Окей, ты не можешь писать песни, у тебя нет возможности заплатить за музыку, у тебя нет возможности, нет, но ты исполняешь кавера. Я им говорю, тогда сделайте кавера так, чтобы они звучали, как будто они написаны именно для вас. Вы можете просто подумать, как изменить этот кавер, вот, чтобы, жалко, у меня нету пианино, я бы вам просто показал, как это можно сделать. Все еще впереди. Да, но... Нужно. Да, да, именно. Так можно сделать песню, чтобы из обычного кавера, песни, которую мы все знаем, наверное, я все-таки найду одну песню, мне надо просто... А, тут же интернета нет. А у нас есть уже. Уже есть. Уже есть интернет? Да, да. Ну, а как же трансляция? Мы в Германии. Я имею в виду, у меня, наверное, не найдет. Я бы вам с удовольствием показал песню, которая, если она скачается, сейчас прям одну секунду, вот прям все происходит, видите, спонтанно. И вы, наверное, если вдруг получится, просто это будет как завершение нашего такого интерактива, ого, долгого два с половиной часа, ничего себе. Это что-то очень долго. А может, куда подсоединить меня, мой айфон, ты интернет сможешь? А до этого я, наверное, да. Интернет вот здесь. Я тогда просто покажу всем, для того, чтобы они люди, и те, которые пишут музыку, понимали, как можно просто изменять. Надо просто раздвинуть мировоззрение музыкальное и попытаться сделать даже с холерами что-то интересное. И вот, отлично, я взял песню, вот, нашел. Я взял песню очень известную, очень-очень, которую вы все знаете. Попытался сделать так, чтобы она звучала совершенно по-другому. Исполнил его два раза на концертах, было такой овацией, вот. Сейчас она вот прям с моего имейла загрузится. И как ты так подумал, почему нет? Если музыкант, ты можешь же все изменить под себя. Даже если ты не пишешь песни, ты можешь сделать совершенно другую версию, просто любой песни, и петь ее. И тогда тебя не будут сравнивать, например, там, что ты поешь кавер Майкла Джексона, и ты так, что он так хорошо поет Майкла Джексона. Но все равно Джексон лучше, примерно так. Этого не должно, Джексон всегда будет лучше, потому что это оригинал. Ты должен сделать так, чтобы ты был другой, чем оригинал, и тебя не сравнивали с этим. Что-то медленный интернет-витер. Ну, в общем, примерно так. Я надеюсь, что оно все-таки у нас загрузится. Айфон, реклама айфона. Если есть еще вопрос, пока грузится, давайте. И мы как раз, я напоследок покажу вам песню. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что много летаете. Я свяжу вот эти ваши страницы в Фейсбуке. Сегодня в Алматы, завтра в Москве, потом в Германии и так далее. Признайтесь, пожалуйста, честно. Являетесь ли вы человеком из другой плоти, интерминатором, возможно, вот столько все-таки выносить вот этих перелетов? Вообще, артисты с расстроями являются ли они физиологически другими людьми? Нет, это просто надо любить. И тогда у тебя... Что поддерживает физически? То есть какая-то йога, гимнастика, бег, атлетика? Это вы знаете, наверное... Про это нельзя говорить. Массаж? А про это нельзя говорить? Я подозреваю, что это что-то незаконное. Почему? Нет. А, ты правда. Что поддерживает законного? Что поддерживает... Вы знаете, я не могу похвастаться, что я веду такой образ жизни, не очень спортивный, хотя пытаюсь во все свободное время качаться и быть спортивным, пытаюсь держать вес, хотя вот начинает уже живот проявляться, потому что много сижу очень за роялем, много сижу в студии тоже, много сижу в самолете и пытаюсь ходить больше, но видишь, не получается из-за того, что приезжаешь, надо уже что-то делать, очень сложно. И поэтому, наверное, эта вот сцена, когда ты выходишь, она у тебя дает столько заряд энергии, что у тебя хватает потом на все остальное, на самолеты, на перелеты, наверное, вот так все-таки. Поэтому, да, сложно. Иногда кажется, вот эти самолеты, садишь, самолеты тебя уже узнают. Особенно, знаешь, в Германии, когда проходишь один и тот же аэропорт, я говорю, а, хелло, опять вы. Я говорю, это опять я. Вы не устали? Говорит, вам нужен бонус летчика. Я говорю, устал очень, особенно, когда трясет, я говорю, страшно. Но понимаю, что надо приехать к людям, выступить, что они ждут. И это, когда уже выступаешь, и тебе дают обратную энергию, ты заряжаешься, и опять, опять все с нуля. А скажите, а какое вот у людей, по вашему мнению, относительно вашей профессии, самое большое заблуждение? Заблуждение? Хм, хороший вопрос. Вам тоже книгу, да? Там же так. Убедить страх. Сейчас я вот пытаюсь тут еще все-таки загрузить эту песню, чтобы вам... Вы знаете, у каждого же... Вы имеете в виду про меня именно или про музыканта? Я имею в виду про вашу профессию. Про мою профессию. Но иногда просто для людей, те, которые не знают, говорят, а что у него за жизнь такая? Он там сел, за рояль написал и живет все хорошо, и он ничего не делает. Ну, есть, например, такое. Думаю, это вообще... Вот такая бы мне жизнь. Как такое может быть? Сел, написал. Написал, да. Для этого же надо было всю жизнь пропахать по 10 часов и стоять на улице и пропахать, чтобы что-то создать. Не ходить, кстати, на дискотеке, когда твои друзья все уже гуляли с девушками, а ты сидишь, занимаешься. Не ходить туда, не ходить. Всегда что-то было ограничено, потому что тебе надо было заниматься. И когда тебе говорят, что, подумаешь, расплюнул, и такая же... Так не бывает. Ты ворвался Жизнь мою ничто Изменила Мою реальность Мысли мерцать На сердце вспышки И любовь Без передышки Все наказалось Как невинный фильм А теперь пуст Без тебя, мой мир Ты волшебник Ты с другой планеты Ты с моей мечты О, Боже, какой мужчина О, Боже, какой мужчина Вот такая новая песня Ну и вот А теперь пуст Без тебя, мой мир Я не помню текст, но Можно вот Такую песню Переделать Такую песню Так что Начинающие композиторы Начинающие Хорошо Канты Не убавляй Да Творите Пишите что-то новое Творите Делайте что-то Совершенно другое И не старайтесь Быть форматом Всегда успеете Потому что Всегда можно сделать Копию того Что уже есть А вы постарайтесь Сделать того Что еще нет